Если все будет хорошо, с минуты на минуту у нас в эфире появится замечательный уважаемый человек Андрей Александрович Тюняев. Писатель, журналист, поэт, благоредактор общественно-политической газеты, президент. Основал некоммерческую организацию Академия фундаментальных наук. Уважаемый Андрей Александрович, я не знаю, как или Андрей к вам лучше. Да, можно Андрей, да. Да, вот Андрей. Да, вот смотрел, у вас очень огромное количество книг разных направлений, они даже удивляют своим разнообразием. В некоторые моменты мой небольшой мозг не готов переварить, либо незнание некоторых моментов, но общая концепция ясна. К сожалению, возможности ознакомиться с вашими книгами не было. Первая книга, с которой я столкнулся, ну то есть превью, грубо говоря, книги, это «Климат». То есть давайте, вот у меня такой вот вопрос, первый, что же такое все-таки, по вашему мнению, является наша Земля, где мы обитаем, то есть как она примерно на пальцах, и что такое звезды вот над нами? Ну давайте попытаюсь объяснить, да. Осенью у меня вышла книга, называется «Метафизика климата», ну такая странная книга даже для меня, потому что она даже для меня явилась определенным откровением таким. Там на физической основе, то есть на основе физических расчетов и разнообразных выводов и построений я построил новую концепцию планеты Земля. Планеты, беру слово в кавычки. Почему? Потому что сегодня уже очень многие исследователи, ну как принято говорить, серьезные исследователи, хотя я считаю, что все исследователи серьезные до момента открытия. Как только открытия совершались, так он сразу становится серьезным, любой исследователь, даже вчерашний несерьезный. Так вот, сегодня очень много исследователей работает на поиск новой формы планеты Земля. Почему? Почему я это говорю так вот уверенно? Потому что где-то примерно два или три года назад у меня была встреча с одним из президентов Математического института нашей Российской Академии Наук, где мне впрямую президент этот сказал, что они уже с 80-х годов прошлого века разрабатывают теорию новой геометрии Земли. Не то, что они ее ищут специально, ну допустим, специально плоской или специально какой-нибудь квадратной, а просто пытаются на основании новых математических данных и математических знаний пытаются сформировать новую модель Земли. И вот тогда у нас долго с ним разговор был, я предложил ему гиперболическую формулу, потому что математика современная показывает, что у нас должна быть не сфера, а какая-то фигура, которая обладает гиперболическими, прошу прощения, свойствами, параметрами. И что меня удивило, этот математический институт, я просто не хочу его называть, но он один из самых ведущих математических институтов нашей России, они уже в 80-м году выпустили в шуточном таком варианте в науке и жизни результат своих исследований, а в 2002 году уже вышла полновесная монография, где показано, что Земля может иметь несколько иную форму. Поэтому сегодня поисками формы планеты Земля занимаются очень многие исследователи, и сами видите, что в интернете их очень много, и за пределами интернета очень много. Просто нужно понять, что этот процесс формы Земли, он такой изменчивый. Вот напомню нам классическую историю. До 1500 года, до Коперника, Земля была плоская. И, естественно, если бы мы вот так собрались бы с вами в то время и друг друга спрашивали бы, то, естественно, мы всем друг другу рассказывали, как вот там хорошо на краю Земли, где можно свесить ножки, почесать хвостыки там и тому подобное. А если бы появился какой-нибудь Коперник и сказал, что Земля сферическая, то мы бы его высмеяли и сбросили бы с того же самого края Земли, и тем же самым, как и там на съедение. А сегодня пришла такая же пора, когда нужно пересмотреть наши геометрические воззрения на Землю, чтобы понять, как нам дальше, как говорится, плыть. Вот. Меня слышно? Да-да-да. Да-да. Я просто смотрю, как-то тихо стало. Мы все слушаем. Да. Значит, он был запущен три месяца назад, и, в принципе, 24 часа сутки мы в онлайне. Я Вячеслав Котляров, у меня есть свои знания по поводу нашего мироустройства. Год назад, 25 апреля, я выпустил первый ролик. После этого, скажем так, продолжаю в этом идти направлении. С предположительно, Андрея, вы не сталкивались. Ну, может, термин сотовая земля вы и слышали, но что конкретно он означает? Я видел фильм, смотрел, да. Я смотрел и фильм смотрел, да. А, спасибо, да. Но есть вообще, вот я выпустил ролик, как я его называю, годичный отчет. Он называется «Гиперборея существует? Америка нет». Он там идет всего лишь 14 минут, ну, а по факту минут 10 я сообщаю информацию. Он так, лаконично все очень вымерено. То есть я очень за маленький промежуток времени быстренько озвучу основные постулаты, вот. По поводу, что тихо я хотел сказать. Мы уже настолько привыкли к онлайн-трансляциям, потому что нам много людей висит. Мы всегда выключаем микрофоны, чтобы не создавать эти помехи. Ну, тогда я продолжаю. И вот, когда я, а я сам по образованию физик, закончил кафедру ракетных двигателей Тульского политехнического института, и нас учили, ну, ввиду специфики этого направления, нас учили подходить к решению любой проблемы эвристической, а также путем мозгового штурма, если есть подходящее количество соответствующих мозгов. Потому что вот в ракетной технике, особенно в ракетных двигателях, на тот момент было очень много неизвестных процессов, и не было ни скоростных съемок, ни скоростных камер, и все приходилось исследовать уже, как говорится, взрыв прошел двигателя за доли секунды, и нужно потом было понять, что же в конце концов там происходило вообще вот в эти доли секунды. Ну, поэтому нас учили соответствующим образом подходить к аналитике. Так вот, когда я начал заниматься исследованием нашей окружающей действительности, то есть вот формы Земли, допустим, расстояние до Луны, ну, такие вот обычные вопросы, которые первые становятся перед любым исследователем, который подходит к этой теме, то я сразу обнаружил, что существует очень много нестыковок. Ну, например, вот самая простая нестыковка – это по поводу траектории Луны. Если мы берем обычную копенковскую систему, когда Луна вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг Солнца, и так дальше идут вот эти вложенные вращения вокруг различных временных центров, то получается интересная штука. Ну, например, если Луна вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца, то Луна движется уже не по круговой орбите, как нам рисуют и как мы привыкли, а по эпициклоиде. А у эпициклоида есть очень интересная особенность. У нее есть точки перегиба. Точки перегиба, в которых скорость Луны в данном случае снижается до нуля, потом возрастает после точки перегиба от нуля до обычной маршевой скорости. Так вот, если берем простой закон Ньютона, F равно MA, то мы видим из него, что в этих точках перегиба, где скорость равняется нулю, и градиент ускорения получается определенный, достигающий максимума, силы должны возникать колоссальные, ну, назовем их приливные силы. И в этих силах, где ускорение, умноженное на массу, учитывая заявленную массу Луны, как вот такую огромную, там такие возникать должны перегрузки, что не выдержит ни один конструкционный материал. Ни сама Луна, если она каменная, не выдержит. Она же не выдержит, если она какая-то, как нам сегодня говорят, допустим, что это космический корабль, из титана сделан, или еще из каких-то сплавов. Не выдержит ни один сплав. То есть получается, что в точке перегиба Луна практически разбивается, при каждом своем движении, разбивается о какой-то невидимой поверхности, где она останавливается до нуля. То есть это примерно, знаете, как вот мячик бросил, резиновый мячик по асфальту бросил, вот он скачет, и вот эти ударения об асфальт, это и есть точки перегиба. Поэтому, если мы не видим каждый месяц разрушения Луны, то значит, что у нее нет таких точек перегиба, где у нее скорость возникает, становится нулевой. А это значит, что описываемое движение Луны не такое. Это раз. Второе. Всем известны, например, параметры атмосферы Земли. Они есть в Википедии, там есть графики, их можно посмотреть, и там показана температура, давление, высота, связанные вот между собой вот эти параметры. Берем обычное уравнение, которое мы проходим в школе, уравнение по физике, Менделею и Калаперона, и подставляя туда данные вот из этого графика, мы строим примерно форму вот этой атмосферы, которая должна существовать, существовать, чтобы обеспечить такие взаимосвязанные параметры. У нас получается, что атмосфера должна выглядеть, как некоторая такая чаша, большая рюмка на тонкой ножке с очень широким горлом. И вот эта вот тонкая ножка, она примерно на 200 километров над землей, а потом идет расширяющаяся широкое горло. То есть никакой сферы даже в помине нет. И вот эти данные, которые получаются из таких простых расчетов, они заставляют задуматься, а вообще какая форма земли, почему мы решили, что она сферическая. Так вот, в 1500 году решили, что земля сферическая. Почему? Потому что поменялся Бог. Вот у меня есть одна статья, где написано, она называется «Проэлектрического Бога». Я уже сейчас не помню, как называется точно. Так вот, в этой статье написано, что где-то в районе 1500 года, ну там плюс-минус несколько десятков лет, человечество осознало новую физическую величину. Это и есть то, что мы сегодня называем массой. В конце концов к ней пришел Ньютон, но задумываться они начали до него еще. И вот эта масса стала своего рода новым Богом. От нее возникло и пошло, взяло свои корни как раз масонство. Отсюда и название вот этих обращений масса, мисс, миссис, мессир, ну и тому подобное. Масонство, это описывает как раз центростремительную такую силу, которая является все притягающим Богом. Когда Ньютон придумал свое понятие физической массы, он ее назвал, он ее наделил таким свойством физическим, который назвал божественная гравитация. Сегодня слово божественное мы потеряли, но тогда это был вот единый термин. И этот термин обладал центрально-стремительным притяжением. То есть по версии Ньютона то, что порождает массы, обладает центрально-стремительным притяжением. То есть вот то, что мы сегодня называем силой гравитации, которая имеет только одно направление, притягивать к себе. У нее нет отрицательных направлений действия. Вот это был первый Бог. И вот этот Бог, поскольку он центр-стремительный, он и нарисовал планету, что она должна быть сферической, потому что со всех сторон она обладает одинаковыми свойствами. А в данном случае такими свойствами может обладать только сферический объект. Вот так возникло понятие сферы. оно возникло естественно в церковных, в религиозных кругах. Но на тот момент церковь и являлась наукой, поэтому здесь удивляться, как говорится, нечему. Вот, когда я начал свои проводить исследования, то у меня получилось так, что Земля может иметь форму, вернее, должна иметь форму обязательно с гиперболическим присутствием. То есть гиперболическое присутствие это фигура обратной сферической сферы, то есть, грубо говоря, поверхность сферы изнутри, только вывернутая на несколько таких фрагментов. И когда я начал подыскивать форму, которая могла бы быть в природе похожа на такой предмет, то это казалось чаша. Я не сторонник теории плоской Земли, сразу говорю, потому что теория плоской Земли сформировалась в христианские годы, то есть, когда началось христианство. Это примерно середина XIX века. Поэтому и общество плоской Земли, если вы знаете, оно тоже сформировалось в 1800, по-моему, в 93-м году, ну, где-то вот в конце XIX века, вслед за христианством. А христианство в той концепции Бога, про который я говорил чуть выше, оно как раз приводит к пониманию новой формы Земли. Вот я коротко скажу, чтобы было понятно. Христианство это электрическая религия, то есть, Богом является электричество. И когда в конце XVIII века начали, посыпались огромные открытия в этой области, то стало понятно, что христианство очень резко отличается от масонства, то есть, от массы, от массовой религии. Почему? Потому что если у масонства был один центр активный, то есть, вот одна точка, и, кстати, в этой точке всегда искали гору-миру, то есть, центр мира или мировую гору, а в христианстве получилось таких центров четыре. Первая пара это минус и плюс электрические заряды, между которыми существует электрический ток, и вторая пара это магнитное поле, которое не имеет начало и конца, которое вращало электрического тока. Получилась очень интересная штука, получился крест, то есть, четыре этих полюса расположились в виде креста. Вот этот крест обозначает христианство. Получилось так, что нужно было найти у Земли то направление, которое является замкнутым по электрическому току, и перпендикулярно в два направления автоматом становились двумя полюсами магнитным и южным и магнитным северным. Вот так и посыпалось в начале 19 века, в конце 18 посыпались эти географические открытия, которые установили, что по экватору, если плыть, то Земля оказывается круглой, то есть электрический ток, вот, пожалуйста, вам налицо. И открыли также южные и северные полюса, это, по-моему, 1825-26 годы, и убедились, что есть и северный магнитный полюс, и южный магнитный полюс. После этого был сделан вывод, что Земля действительно выходит из концепции электрического заряда, что она сама подобна электрону, пошли планетарные модели электрона, атомных ядер и тому подобное, то есть все как бы в физике закольцевалось. Ну, а Земля осталась сферической, и вот все остальное, все остальные последствия, включая космос, они возникли из этого. Теперь мы сегодня знаем, что, во-первых, помимо электричества и гравитации существует еще огромная масса физических явлений, которые мы сегодня уже применяем, но которые имеют и форму, и проявление, и всю физику глубоко отличную от электричества и гравитации, но эти знания новые сегодняшние пока еще в модель Земли еще никак никаким образом не вставлены. О чем я говорю? Ну, во-первых, информация. В 19 веке еще не было понятия информации, и ее как физическое явление еще не существовало. Сегодня нужно учитывать информацию, и вот когда мы говорим о том, что звезды являются торцами световодов, а не этими огненными шарами, то есть не звездами в нашем старом понимании, то это как раз следует из концепции, которая учитывает информационный подход к сегодняшней физике. Потому что если, например, мы последовательно будем в модель Земли включать те физические достижения, которые мы открываем по ходу развития цивилизации, то мы должны менять наше представление об окружающем мире. А оно естественно изменяет наше отражение того, что мы созерцаем. Например, та же Земля, те же звезды. И вот по сегодняшней информацию и организмический подход, то по сегодняшней этой концепции Земля должна представлять собой некий живот, который организовывается на уровне информации, которые связывают между собой определенные группы каких-то веществ, которые организовываются в свою очередь на электрическом, на электромагнитном и гравитационном уровне. И вот этот весь информационный электромагнитный гравитационный континуум он как раз обладает свойственным организмом. То есть он должен быть замкнутым, сам на себе и обладать всеми свойствами организма. Это и тело, управление, и различные способы питания, и порождение себе подобных и тому подобное. И вот одна из этих частей этого организма это управление. То, что мы называем для человека душа. Так вот управление как раз и формируется внешними источниками и внутренними. Естественно, по поводу внешних это примерно как сегодня работает 3D принтер, который недавно открыты были. И вот этот 3D принтер он как раз работает под управлением определенных сигналов. Сигналы эти идут, основные сигналы идут. Это звезды, то есть это главный поток сигналов, те, которые образуют глобальное управление. И еще раз поясню, что скорее всего это не огненные шары, а все-таки торцы световодов. Может быть очень большие, но все равно это поток световодов, поток информации из них выходит. И вот эта информация как раз заложена в том, что мы сегодня называем астрологические знания. Только не те, которые привязывают к планетам и к всем построениям этих квадратов и тому подобное, а обычные, зодиакальные. То есть под каким знаком зодиака человек родился, те характеристики он имеет и несет по всей своей жизни. вот это раз. А второе управление идет через Солнце. Солнце, ну и Луна в паре с ним. Солнце это самый большой генератор управления, с которого идет электромагнитное управление непосредственно, то есть и каждым человеком, и всей деятельностью, и вообще всей системой в целом. Здесь выгоднее представлять нашу Землю и всю нашу систему, где мы живем, в виде такой компьютерной игры. Кстати, я здесь ничего нового в подходе не изобретаю, то есть как в свое время Ньютон и последователи электромагнетизма переводили мир на позиции своих вот этих наук, так в общем-то я сейчас пытаюсь представить мир в виде компьютера или компьютерной игры, то, что нам сегодня всем хорошо известно. И естественно мы же понимаем, что сегодня не существует ни одной вещи, которая не управлялась бы никаким образом. У нас даже кофемолка или там какая-то бритвенная машина те управляются либо кнопками, либо еще чем-то. Поэтому Земля, она тоже имеет свое управление. Вот это управление осуществляется через портал, который называется Солнцем. Их вообще всего этих Солнцев всего три. Первое Солнце это было то Солнце, когда существовала Римская империя. Это Солнце, которое управляло той первой цивилизацией, это была древнейшая русская цивилизация, плюс еще определенные периферийные цивилизации. Одним из главных богов в южном направлении был бог Деус. Ну, в Греции его знали как Зевс. Потом это первое Солнце было закрыто вторым Солнцем. Второе Солнце открыли один из самых главных магистров своего времени, это Мартин Лютер, и его подмастерь Коперник. Вот они сделали второе Солнце. Второе Солнце было христианским. И поменяли и богов, и поменяли всю систему. То есть старые боги рухнули вниз, поэтому, например, Дей, он как бы упал с Солнца, он был богом Солнца, и стал богом Луны. А у христиан он стал дьяволом, то есть как бы поменял свою функцию с положительного на отрицательного. И дальше пошли только христианские народы. Андрей, я прошу прощения, можно такой вопросик, да, вот скажите, ну смотрите, вот если это система управления, то есть как бы я вот интуитивно соглашусь с вами, хорошо, вот вы сказали вот один бог, вот сейчас тоже по поводу Дия, вот кто-то должен управлять этой системой, грубо говоря, вот есть такое понятие вот как совесть, там еще что-то, а то, что у нас сейчас происходит в социуме, это чуть-чуть, ну не как мне бы по крайней мере представлялось, да, так кто же перехватил это управление, я понимаю, что мы чуть-чуть отошли, но вот боюсь просто потерять вот эту мысль. Ну, дело в том, что в жизни, в такой, в глобальной жизни не бывает хороших или плохих, вспомните, например, обычную сцену охоты льва на газель какой-нибудь, да, ну для газели лев плохой, для льва газель просто пищу. В данном случае вся система Земли она такая же, тут нет понятия такого, как вот, ну однозначного понятия, как совесть, то есть нельзя сказать, что вот следующие, кто пришел управлять Землей, они вот изначально плохие, а те, кто оказался пораженным, те вот изначально хорошие, но вот порабощены плохими. Так вот, что касается нового правила переняты, я уже рассказал, что это христианство, когда в 1500 году началось формирование новой такой мировой религии и мирового знания, то это было христианство, оно в 1500 году начало впервые оформляться, как вот новая концепция, а напомню, Библия впервые была выпущена в 1893 году, это первое издание Библии, до этого Библии никакой не было, то, что говорят там старые где-то записи, где-то нашли или еще что-то, это все вранье, потому что даже по тем концептам, ну просто исторический факт, что первая Библия, она утверждалась естественным патриархом, она была выпущена в конце 19 века, а сами понимаете, ни одно знание не может существовать без своей парадигмы, даже вот допустим коммунистическая партия в советское время, тоже сначала была программа партия, потом уже была сама партия, ну там разбежка несколько лет допускается, но ни глобальной, ни века, иначе во что верить-то будут верующих, где система догматики, постулатов различных и тому подобное, так вот, тот, кто завоевал военностью, тот, кого можно сказать, что по отношению к предыдущему поколению он стал тем бессовестным завоевателем, это христианская цивилизация. Вот так. Мы же понимаем, что христианское это общий концепт, вот у вас же есть статья очень интересная по поводу того, что есть такие вот типа, ну, скажем так, сотворенные личности, да, и вот они решили вот за счет планирования различных генных модификаций мимикрировать, ну, стать схожими с обычными человеками и, соответственно, сделать, так скажем, перехват. Не они ли это сделали, и неужели, то есть, в нашей системе, то есть, есть, должен быть центр управления, неужели вот все вот так вот у нас грустно, я бы сказал бы так. Ну, я понял, да, вопрос, тут смысл какой, вот открываешь Библию сегодняшнюю, ну, поскольку она у нас является таким паспортом как бы сделки современной, то есть, это то, что, Библия, это то, что описывает как инструкция поведения той части мира, которая является христианским. Я сразу говорю, что под христианством я имею в виду четыре направления, это христианство непосредственно со своими ответвлениями католицизмом, протестантизмом, православием и так далее. Второе, это иудаизм, третий ислам и четвертый буддизм. То есть, это все одно и то же, просто даденное для разных народов с разными национально-этническими окрасками и свойствами, то есть, учитывая направление мышления, менталитет и тому подобное. Так вот, в первой главе Библии в книге Генезис, которая неправильно переводится как бытие, правильно переводить как генетика, то есть, как современное и буквально надо переводить, так в книге Генетика Генезис бытие там в первой главе сказано, что Бог создал человека и сказал ему плодитесь, размножайтесь, завоевывайте, ну, забирайте, не завоевывайте, а населяйте землю. То есть, земля была пустая и тогда побеждать не нужно было никого, даже животных. Вот что сделал в первой главе Бог. А потом уже на восьмой день, когда он проснулся после своей трудовой недели и посмотрел свежим взглядом на то, что он сделал, он увидел, это уже вторая глава, он увидел, что на земле не идет дождей, есть просто испарения какие-то, и земля не дает тех вот сходов и того урожая, который хотелось бы. Поэтому Бог, недолго думая, взял из праха земного сделал робота. Буквально, ну, в нашем понимании это робот, а там написано раба. Раба под названием Адам. Это уже был не человек, то есть, это было совершенно другое существо, которое было предназначено Богом и сделано Богом только для того, чтобы он возделывал землю, орошал ее и позволял таким образом формироваться урожаю и созревать плодам, ну, то есть, еде для человека. Вот как было сделано второе поколение. И потом, когда Бог увидел, что Адам грустит, он сделал ему, из него же, из ребра его, он сделал Еву. Поэтому получается, что если мы будем придерживаться четко текста Библии, канонического текста, я имею в виду, и не включать никакие фантазии и не выходить за пределы этого священного писания, то тогда получается, что на земле существует два потока человекообразных существ. Первый поток это то человечество, которое было сделано Богом непосредственно как сыны Божьи, которые были потомками самого Бога и сделаны по образу и подобию его. И второе направление это люди, у которых первопредком является Адам, который не относится никаким образом к Богу, который сделан из праха земли и который изначально по замыслу Божьему является роботом или рабом или работником. Это одно и то же. Здесь не надо разделять слова, потому что это нюансы, а не так, как лукавого. Вот таких два направления людей. А потом уже, когда я начал разбираться, вернее, я сначала разобрался в генеалогии народов. Уже у меня книжка выходила «Сварух и сварожьи внуки», она, по-моему, выходила в 2009 году, то есть очень давно. И там в третьей главе у меня была полная представлена, полная генеалогия большинства народов на земле. Она занимает страниц, наверное, 100, эта генеалогия, и там просто таблица, какой народ от кого произошел. И когда я ее составлял, эту генеалогию, она на ней работала где-то лет 10, может быть, 15, так вот, когда я ее составлял, я тогда удивился, почему она очень гладкая. То есть в ней, вот если у какого-то бога, например, есть сын, то он только его сын. У них никогда не бывает никаких перекрещиваний, каких-то дворяких чтений, как, например, в той же Библии. То есть там все четко, все однообразно. И вот тогда меня удивило, что странным образом большинство народов, которые обитают от середины к северу Евразии, они вот живут по этой схеме. А вторая половина народов тоже существует, и она живет от какой-то условной черты к югу. И вот эта черта, разделяющая вот эти два направления народов, она проходит по линии Змеевых валов, которые у нас находятся на Украине, и которые входят в систему той глобальной стены, которая делит Евразию на две части. Начинается эта стена в Великобритании, называется вал Оффы. Оффа это, Упа это Уш по-русски, старое название. Это Опь, Упа и так далее. Вот, дальше они идут по Германии и Польше, переходят в Змеевые валы на Украине, потом переходит в районе Кубани, там еще стена 200 километров, потом по Грузии идет следующий участок стены 200 километров, потом идет уже на востоке Кавказа еще участок 200 километров непрерывный, он спускается к Дербенту и через Дербент уходит в Каспийское море, потом из Каспийского моря на противоположной стороне эта стена выныривает и идет под названием Гарганский вал Гарганский, это медуза Гаргона, Гарганский вал эта стена идет в уходит в горы и на противоположную восточную стороне горы выныривает в виде Великой Китайской стены, которая останавливается на Корейском полуострове, представляете какое сооружение было, высота этого сооружения вы прекрасно знаете, ну до там по-моему до 20 метров достигает на украинских землях. Вот эта стена и разделяла сынов Божьих, которые к северу от нее жили и живут, и роботов или рабов Божьих. Сегодня само христианство называет своих последователей рабами Божьими, поэтому я не думаю, что я здесь оскорбляю, называя рабами, роботами или как-то вот эту часть населения. Вот так устроен сегодня мир вот из этих половинок. И после некоторого определенного этапа южная половина пошла завоеванием на северную. Началом это было опять же библейское событие, когда Адам с Евой вкусили яблоко и их Бог выгнал из рая. Ну, грубо говоря, это из гаража выгнали определенную машину, которая пошла и начала завоевывать весь мир. Те, кто интересуется Библией, те, наверное, читали, что поход Адамитов он сопровождается огромными завоеваниями, кровью, издевательствами, репрессиями и тому подобное против тех, кого Бог назвал сыны Божьи. Вот так. Но все же, Андрей, вот смотрите, ситуация, тематика очень интересная по змеевым валам, я тоже могу сказать, очень интересная вещь. Вот. И датировки, то есть, хотел бы потом, ну, как-нибудь поделимся, мы не будем сильно отвлекаться от тематики. Так вот, все же у нас получается, у нас мнения чуть совпадают, говорят, что у нас общая система, да, и она управляема. И то, что занимается астрологией, это просто они какие-то старинные трактаты просто читают и сами не понимают принцип этой работы. они просто знают последовательность, как это все высчитать. Но, все же, кто, по сути, получается, у нас Бог остался, то есть, или Бог умер и появился какой-то новый, и он за этим порядком, по сути, не следит. Ну, как следит, только в своем интересе, потому что, получается, южные народы очень сильно расселяются, и некоторые народы начинают умирать. Ну, начну отвечать с конца по поводу южных народов. Вот у нас в Москве сегодня в эти дни произошло такое знаменательное с отрицательным знаком событие. Если еще осенью можно было встретить в метро и на улицах русских людей, то вот весна пришла, в метро русских людей не стало. Я не знаю, куда они пропали. Просто вот, ну, я не понимаю. Одни монголоиды любых национальностей, вот можно подходить к любому, на любой, как говорится, вкус и цвет, но русских людей сейчас в метро нет. Вокруг моего дома, вот я здесь так, ну, когда идешь куда-нибудь, видишь людей, тоже одни монголоиды. Бывает, еще кавказоиды встречаются, но это уже редко, не так, как, например, там, пять лет назад. А я живу все-таки в центре, внутри, ну, почти на садовом кольце. То есть, замена русского населения осуществилась, и то, что Собянин, мэр Москвы, говорил, что он не потерпит этого, ну, не знаю, какая у него терпелка, но то, что мы получили, то мы получили. Как будет в этой системе формироваться цивилизация России, я не представляю, потому что, извините, когда цивилизация делается одним народом, который является носителем этой цивилизации, это одно, а когда эту цивилизацию пытаются поддерживать народ, который никогда не создавал своих цивилизаций, то это другое, вряд ли у него получится. Поэтому, не знаю, зачем это сделано, я кроме как отрицательных, негативных комментариев по этой части не могу. Теперь, что касается Бога, дело в том, что мы должны, вернее, у нас всегда существует вот эта одна ошибка, которая называется по образу и подобию. То есть, мы всегда себя считаем таким же Богом, как вот и сам Бог, и мы думаем, что все остальные существа, которые даже выше нас и как-то еще вот, ну, обладают каким-то более уровнем интеллекта или там структурности, они почему-то должны быть похожи на нас и самое главное, что обладать теми же характеристиками, что и мы. Но на самом деле, вот представьте такую параллель, что мы, допустим, являемся пылесосами, а рассуждаем о том Боге, который представлен человеком. Вот почему мы должны считать, что все человеки, которые по отношению к нам пылесосом, боги, почему они должны вдувать, например, в себя пыль и потом ее где-то складировать? Это же не человеческое свойство, это только свойство пылесоса. Вот так же и у нас мы должны понимать, то, что делает человек, это его функция, это его характеристики и в том числе это его ментальные характеристики. А то, что делает и как себя ведет Бог, это совсем другая песня. Поэтому, когда мы говорим, что Бог умер или не умер, то это неправильное рассуждение, потому что у него нет таких характеристик, он не может не умереть, он не может не умереть, у него нет состояния жизни, у него, скорее всего, другие характеристики, другие взаимосвязи с понятием с пространством времени. Также и по поводу, что вот он допустил, те или иные процессы не допустил, это тоже, мне кажется, что не совсем правильно, потому что вряд ли Бог не управляет так ситуацией, что вот она каким-то образом опирается на понятие допустил или не допустил. Скорее всего, все, что происходит, задумано первоначально, и это как вот игра. Допустим, когда мы играем в стрелялки в компьютере, ведь те, кого геймер убивает, они же могут тоже подумать, ну как же так, вот геймер допустил, что вот именно в мой танк попали вот этим снарядом, ну как же так, вот что ему, не жалко или что? То есть, понимаете, идет своего рода такая определенная, ну, я уже говорил, что лучше воспринимать как игра, она безэмоциональная, то есть, для Бога эмоций в данном случае нет, ему все равно по кому стрелять и все равно кем стрелять и кто кого съест в этой игре, ему просто интересно наблюдать за ходом процесса. Либо второй вот вариант объяснения у меня есть, как он такой, что он показывает, что Бог нами, вот людьми, ну, думает, мы его в мысли, из нас он складывает свои определенные какие-то мысли, моделирует какую-то свою мыслительную реальность, поэтому так вот на Бога наезжать я бы, например, не стал. Ну, никто же не наезжает, но, скажем так, да, я вот со своим, скажем так, скупым умом, который вот он, вот он такой есть, Бог дал какие-то вот нам всем определенные качества, которые отличаются, то есть, этот функционал все время корректируется внешними источниками, внутренним циклом, все это хорошо, и, ну, просто для того, чтобы поиграть, понаблюдать, получается, зачем такой сложный процесс, если это можно просто виртуализировать, или так ощущение как-то шире, ну, как бы, мне пока вот непонятно. ну, а вы попробуйте вот подумать, вернее, попробуйте с нуля создать какую-нибудь компьютерную игру, компьютерную технику, компьютерное производство, просто для того, чтобы какой-то геймер, ну, как говорится, ботан сидел и в эти стрелялки играл, просто ни для чего, понимаете, а такая целая созданная промышленность, и такая вот созданная. Ну, так получается, ну, даже если с геймерской игрой, да, сравнивать, то получается, наш управитель, то есть мы, управители своего тела, там какая-то, то есть, скорее всего, мы должны как-то корректировать с той точки, то есть, не обязательно загружаться именно вот в наш аватар, да, грубо говоря, то есть, должен быть тогда кто-то или что-то, то есть, который управляет нами, если что-то, такой степень. Ну, да, да, я согласен, я вот думаю, что есть, потому что, вот сейчас у меня книжка выходит новая, называется «Власть во власти власти», где я, ну, впервые описал как раз тех, кто управляет миром и многие взаимоотношения между группами тех, кто управляет миром, вот я уж тогда пользуясь случаем, назову их. Есть и властелины, это мое название, поэтому здесь, как говорится, за подлинность я в данном случае не отвечаю, не ручаясь, вернее. Так вот, есть властелины, рост их примерно три с половиной метра, они змееподобны, это те, которых сейчас современные адомиты называют этими рептилоидами. Они и управляют этой землей, они ее создавали, они буквально ее формировали, как вот тот продукт, который, делали терраформирование, запускали все процессы, чтобы были они достаточны для жизни и обеспечения, и они первыми сделали этих роботов, которых мы называем сегодня серыми, то есть, которые метр двадцать в высоту, без пола и без одежды, без половых причиндалов и летают на летающих тарелках, попадаются все время в объектив. Вот эти серые, они обитают в нескольких подземных городах, во многих подземных городах, это как раз вот к той теме, что сегодня найдено очень много всяких туннелей и тому подобное, это как раз их разработки. Но одна из самых главных баз этих серых, она находится в Аляске, там они выпускают различных других биороботов, например, пчел, муравьев, которые необходимы для опыления, для различных функций, чтобы Земля поддерживала свою биосферу. Там же они выпускают определенные виды биоты, различные растения, те, которые необходимы для того, чтобы вот эта оранжерея на Земле, она существовала и не не переклестывала ни вверх, то есть не забивала эту жизнь, ни вниз. Третье направление это клоны. Вот про клонов я уже говорил, это адамиты, их сделали серые в свое время с участием одного из властелинов. А властелины, кстати, вернусь к ним, это те самые языческие боги, про которых я вот и говорил выше. Они бессмертные, они могут только там временно каким-то образом трансформироваться в то или иное состояние, но то, что они бессмертны, это вот ответ, как говорится, еще на предыдущий вопрос. Так вот, под влиянием с помощью этих клонов, с помощью этих серых и под влиянием одного из властелинов, имя его Яга, в иудаизме это Яхве, или у кельтов это Езус, в христианстве это Иисус, это одна и та же богиня, девушка, причем это не мужской персонаж, как христиане его рисуют. Кстати, на христианских ранних иконах это тоже была девушка, потом только стала мужского рода. Так вот, вот эта Баба Яга, так называемая, ну она без Бабы, просто Яга, она как раз помогла клонам выпустить вот тех самых людей, про которых выше я рассказывал. Как раз тот самый змей, который обитал в раю и дал Адаму и Еве вкусить яблоко по знанию, это и была Баба Яга, то есть Езус, это буквально переводится как уш по-русски, то есть это тот самый уш, та самая змея, которая сделала в виде клонов, рабов божьих, вот свою современную армию. Вот она ее и ведет. клонов формирует на нескольких заводах, на нескольких заводах, один завод, такие крупные, крупные заводы находятся, один находится в Юго-Восточной Азии, другой в Северной Африке, и третий завод, там же, помельче, находится на Аляске. Кстати, он выпускает клонов, и, кстати, вот река, крупнейшая река, которая течет над этим заводом, подземный завод, она так и называется, буквально, в лоб, клондайк, река называется клондайк, клондайк, дайк, это на местном наличии вода, а клон, это, естественно, во всех языках одно и то же обозначает. Так что, вот такие три армии, ну, и потомки, я уже называл потомки властелинов, это человечество, которые были в Библии описаны в виде первого акта. Вот такие четыре силы, которые управляют землей, они, каждая эта сила, она по-своему управляет планетой, и люди, которые посвящены во власть, то есть президенты, вот их уровень и выше над ними, которые, не всегда президенты являются главой государства, хотя визуально могут исполнять самую главную роль. так вот, все президенты практически ведущих держав, они все знают прекрасно, кто из вот этих сил, обозначенных мной, контролирует и какой именно сектор бытия договориться и выйти за пределы этого контроля, у президентов нет никакой возможности, поэтому такая война идет, она на более высоких уровнях, а в нашей реальности, вот в человеческой, в людской, она уже проявляется в виде каких-то там войн, каких-то миграций и тому подобное. Ну, то есть... Рома, здесь, в общем-то, я сейчас немножечко тоже скажу, я хочу сказать, что вот судя по Европе, да, я вот, в общем-то, здесь живу, в Германии и часто бываю везде, езжу часто по Европе и в Америке бываю, я думаю, что, наверное, скорее всего, в основном сейчас здесь правят клоны, то есть клонов очень много, например, смотришь по беженце, которые прибыли в ту же Германию, что в каждой деревне есть эти беженцы и, главное, самое интересное, что они все мужского пола и очень похожи друг на друга, если они еще одинаково постригутся, так вообще, как будто бы одно лицо и какие-то неестественно худенькие, какие-то совершенно неестественные и нету никаких ни братьев, ни сестер, они все примерно одного возраста. Я все-таки думаю, что, наверное, скорее всего, это клоны в основном здесь, во всяком случае, в Европе. И здесь, кстати, вопрос тоже очень интересный задал Влад. А клоны, эти клоны осознают, что они клоны? Как вы думаете, Андрей? Ну, честно говоря, вот я за нашими местными московскими наблюдаю и тут такая у нас интересная интрига здесь закручивается. Вот по своей работе у нас приходится с азиатскими людьми очень много общаться и пока общаешься с ними вот как-то вот так вот по-обычному, ну, грубо говоря, по-дворовому, то все это, как говорится, нормально все происходит. Как только начинаешь задавать какие-то неудобные вопросы для них, то тут открываются определенные завеса тайны. Ну, например, вот сейчас мы проводим исследование, направленное на очень интересный такой момент. Берем тот самый Китай. Я разговаривал с китайцами, причем с достаточно высокопоставленными китайцами, но те, которые не просто там дважды два знают, а закончили местные китайские университеты, российские университеты, ну, то есть высокопоставленные. Так вот, разговор-то к чему сводится? Во-первых, каким образом у них получились эти миллиарды, если до 1900 года их вообще не было даже в проекте? Каким образом получилось такое количество населения, если брать просто официальную статистику Китая и Индии? То есть, каким образом вообще появились эти продукты, вот сами эти люди? Потому что женщина, я посчитал, чтобы женщины столько нарожали, их местные женщины, то получается от 100 до 1000 детей, каждая из них должна за свою жизнь родить и воспитать и довести до совершеннолетия, что вообще это немыслимо. И вот, когда задаешь эти вопросы, китайцы просто хлопают глазами, молчат, и вот в глазах у них такой злобный такой огонек зажигается, мол, что вот скрыли их. Вот это все видно только по глазам. Конечно, 100% я ручаться не могу, но по глазам это видно. И потом еще такой интересный фактор. Например, в Китае нет кладбища. Ну, сейчас, может быть, начали появляться, когда метисы пошли, а вот старых кладбищ вообще нет. И когда спрашиваешь у китайцев, а как вы хороните своих людей, наступает 100% полное молчание. Вообще. Дальше идут вопросы. А вот в России сейчас завезено, китайцев очень много. Ну, по моим оценкам, не знаю, миллионов 20, наверное. Они, естественно, умирают, как и все остальные. Но китайцев не хоронят. Их вообще не хоронят. Понимаете, куда они пропадают, никто не знает. Вот вообще, то есть, получается, либо они бессмертные и бессменные, вот как завезли 20 миллионов, так они остались и сидят тут, шьют и торгуют на этих рынках, типа садовода. Либо они все-таки умирают, но тогда возникает вопрос, а это, как численность-то их, как все это регулируется, где вообще эти покойники, куда они вообще пропадают. И это не только у китайцев, это у всех азиатских народов абсолютно. Так что, сегодня как раз идет показательный процесс, что действительно, каким-то образом формируется определенное население определенных регионов, причем беженцы-то бегут, бегут, а в тех регионах, откуда они бегут, там убыли населения никакой не происходит. Это так же, например, как и в той же Азии, не только в арабских странах или в африканских. И вот тут как раз получается, и правильно вы заметили, что они все на одно лицо, все одного пола, и самое главное, что они действительно не обременены ни своими семьями, хотя нам говорят, что вот они куда-то там шлют, какие-то своим этим родственникам куда-то, но, как правило, каким-то второстепенным родственникам непрямым. Это как раз все вопросы, которые показывают, что действительно мы живем в эпоху, в которую клоны пытаются завоевать уже наш мир. И вот у меня есть данные, я не знаю, насколько они стопроцентные, тут я, конечно, отвечать не могу, но то, что собирается уже определенная война, которая, скорее всего, будет уже этой осенью, которая будет организована для зачистки клонов. Не знаю, насколько это правда, но вот я уже писал в одной из своих статей, что 22 апреля, то есть неделю назад, шеф НАСА, а все-таки это ответственный человек и бывший космонавт, он заявил, что осенью могут прилететь инопланетяне на нашу территорию, и начать войну против нас. Ну, просто он со своей стороны клона может расценивать тех, кто прилетит, вот тех властелинов и серых, он их может воспринимать как инопланетян, они по отношению к нему инопланетяне, а по отношению к нам, например, это наши, так скажем, папы с мамами. И, похоже, они могут прилететь выручать нас. Ну, то есть, Андрей, я вот, кстати, видел вашу статью, и, кстати, вот вспомнил что-то, вот до этого вспоминал очень много фильмов, Голливуд выпускает, что-то очень активно штампует, что сюда чуть ли не должны не прилететь что-то такое страшное и ужасное, готовьтесь в этом духе. То есть, просто я вам замечу интересный момент, в голливудских фильмах как бы не пишут фантастически, кое-где перекручивают, но где-то это касается правды. То есть, я заметил, что очень многие люди, по сути, ничего и не придумывают и не изобретают. То есть, могут приукрасить, но не более. Ну, а если это иконы, если, будем так думать, то получается такая ситуация. Они пытаются через эти фильмы напугать и предупредить, что прилетят какие-то и будут забирать вот... Ну, вот я думаю, что ж так запустили, получается. То есть, остались, получается, единицы. Ну, Жириновский, Владимир Вольфович озвучил такую интересную цифру где-то года 2-3 назад, что белого населения осталось на планете 3%. А напомню, что где-то в 80-х годах, в 70-х, было 51% белого населения. То есть, динамика вот такая. Я не думаю, что он ошибся, потому что Владимир Вольфович, несмотря на его странное иногда поведение в эфире, сам по себе достаточно трезвый и умный человек, и то, что он говорит, как правило, является достаточно достоверным. Поэтому, да, вы правы, что может осталось мало. Поэтому сейчас такая ситуация в мире. Вот я, например, всей кожи чувствую, что настолько сложная сложилась ситуация, что она гораздо более опасна, чем любая какая-то война, которая была в недалекой древности, даже вот вторая мировая война. Несмотря на то, что она была тотальной по своему какому-то влиянию, но вот этого засилия клонов, то есть, как бы, представителей иной цивилизации на наших территориях и этого не было. Были все свои и воевали, ну, грубо говоря, ну, почти со своими. А теперь придется воевать с чужими, которых мы даже не можем идентифицировать. Понимаете? Кто знает, вот, например, клон, он или человек, включая меня, да? Как определить? Вот вашу тематику, я тоже читал интересный такой рассказ в свое время, вот, и есть такое предложение, ну, даже, как бы, иди, вот, представьте, любой организм имеет вот определенное качество, да, там, клоны, там, по генетике отличаются, вот, и, соответственно, по излучению, вы знаете, вот, как в фильме «Чужие среди нас», вот, маленький надевает очки и видит некоторые вещи, то есть, фильм очень такой своеобразный, я думаю, вы видели его, да? Он еще там в 80-х или в 90-х был. Да, 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 помню такой. Вот, и по одной тоже из легенд, может, слышали там, какой-то, ну, Вячеслав Чебоксар, может, слышали такого. его мама там писала, что он говорил, что придумают такие очки и, грубо говоря, они будут сразу определять. Но предположение просто, каждый есть, каждый организм излучает в инфракрасном свете, все мы знаем тепловизоры, и в этом, да, скорее всего, переведут в какой-то другой спектр, он, кстати, недалеко должен находиться, и, соответственно, будут видеть вот это качество больше, ну, как бы, впитывания. То есть, если обычный человек больше излучающий, как бы, ну, назовем это аурой, да, скорее всего, те, ну, кулоны, там, химеры, скорее всего, они имеют больше такой вот поглощающий эффект. И таким образом будут определять, я думаю, что это для кого-то не тайна, и все прекрасно знают, то есть, ну, кто в этом копается, это мое положение. И по поводу, вот, вот, ваши статьи, по поводу войны, вот, руководителя, вот, вот, НАСА, да, так, откуда, то есть, надо же как-то готовиться, то есть, к обороне, то есть, я что-то не вижу, особенно, такого, то есть, таких, такого. Дело в том, что, вы не увидите, и я тоже не увидел, вижу. Дело в том, что задача вот этого руководителя НАСА, она была на тот момент, когда он произносил вот эти свои угрозы с трибуны на конференции, она была, составила в том, что нужно было оповестить, то есть, нужно было произнести, а не то, чтобы устраивать оборону, потому что устраивать оборону бесполезно, это должны воевать совсем другие существа, то есть, вот, я говорил про этих властелинов, это делать будут они и их серые роботы. Сегодня война, она, ну, поскольку я просто знаю, это, она ведется совсем другими способами. Сегодня вот, то, что нам показывают в Сирии, якобы война идет, там еще где-то, это все вранье. Такими способами сегодня уже не ведется война. сегодня война ведется очень просто, поднимается над полем боя, ну, над определенным театром, ну, допустим, вот, фрагмент Сирии, поднимается летающая платформа, определенная на антигравитационных этих движках, за первую секунду она считывает все с цели, за вторую секунду отсеивает своих, и третья секунда уходит на поражение всех целей. Все, три секунды боя, больше, другого введения войны не существует. То, что нам сегодня показывают в Сирии, это театр для того, чтобы прикрыть движение тех самых клонов, которые вот идут на Германию и на Европу. И так, кстати, было во все мировые войны, потому что я все тогда еще никак не мог понять, почему, например, вот берем статистику Второй мировой войны, смотрим ее в той же Википедии, ну, просто по цифрам и смотрим, а там провала на года войны это не наблюдается ни в городах, нигде вообще. То есть, каким образом была война с такими огромными жертвами, и почему в населении она никаким образом в численность населения не отразилась в официальной статистике. И вот тогда впервые мне, а, еще у меня был рассказ бабушки про странных людей, которые, у меня бабушка жила в такой деревне, и там отец у нее был еще маленьким, тогда ему год было, и еще у него пять братьев и сестер. И вот деревня их переходила, фашисты ее занимали три раза, и три раза наши отвоевывали. И вот на третий раз пришли какие-то сибиряки, так их называла бабушка, говорит, ну, они были вообще как звери, хуже фашистов в тысячу раз. Они, говорит, просто вот шли как машина откуда-то с востока, и, говорит, убивали все, что попадается к ним под ноги, и свои, говорит, и чужих, говорит, разговаривать бесполезно было, они только рычали в ответ. И так, говорит, вот они прошли, всех фашистов порезали, говорит, за ночь, говорит, еле, говорит, детей своих спасли. И, говорит, так и ушли они в сторону Германии. Вот тогда я еще задумал, что это за сибиряки были, что это за странное поведение такое. Так вот, на мой взгляд, войны все вот эти открываются для того, чтобы под видом военных действий ввести новую партию клонов, которые произведены на тех заводах. Почему? Потому что, ну, представьте, вот если мы сегодня, например, берем Германию, мы видим этих людей, которые приходят с востока, и у них у всех легенды. Я беженец, я иду оттуда, там война, и нам по телевизору показывается, что да-да-да, война какая-то, и мы все это видим, картинки складываются в нашем сознании, и мы понимаем, что да, действительно, вот из Сирии бегут какие-то люди, надо их принять, они вот такие бедные, нужным оказать помощь. А если бы эти клоны, если бы они бежали просто так, то они расценивались с нами как оккупанты, и нам пришлось бы против них воевать. То есть, понимаете, какую хитрую тактику они изобрели. И причем эта тактика еще идет из Библии. Андрей, извините, вот тут чат просто надо подчеркнуть, вот тут как раз, чтобы вы закончили мысль, вот Александра Дизайн спрашивает про войну в Сирии, что именно там происходит, и с кем идет война. Вы, по сути, ответили на вопрос, но, пожалуйста, чуть-чуть углубитесь, вот получается, что это, ну, больше театр. на мой взгляд, война в Сирии это театр, потому что театр, он какой? Он такой, многокранный театр. Во-первых, такой белый и пушистый театр в виде для людей, торгующих оружием. Но не секрет, что нужно обязательно для торговли, для государственной торговли оружием нужно всегда устраивать показательные какие-то стрельбы, применения. Вот Сирия один из таких полигонов, причем ее выбрали и американцы, и наши для того, чтобы показывать свои виды оружия. Наше оружие пока побеждает, поэтому у нас государственные продажи оружия выросли там в несколько раз. Американское проигрывает, но в принципе вторая сторона этого театра она предназначена для того, чтобы сеять у соседей с этим регионом чувство опасности. Тогда они начинают покупать это оружие, то есть опять вырастают продажи этого оружия и как бы цель повторно достигается. Третья цель, третья сторона этого театра это я уже сказал прикрытие выпуска клонов, потому что там под Сирией тоже есть завод по выпуску клонов и там их тоже выпускают. Вообще заводы, которые выпускают клонов, их в принципе сверху обнаружить достаточно легко, над ними растительность почти не растет, поэтому это так называемый пояс этих пустыней и тому подобное. У них такой своеобразный микроклимат. так что Сирия это у нас такой регион, через который идет вот эта война клонов реализуется, поэтому все эти пророки, которые говорили, пока Сирия не пала, вот Сирия должна пасть в каком смысле, должно быть публично объявлено, что есть вот он завод по производству таких-то машин, которые очень похожи на нас, но являются такими-то клонами, или как-то по-другому может их назовут, и вот это наш естественный враг, который уничтожает нашу современную цивилизацию, с ним надо бороться, вот вам очки для опознавания и вперед, потому что возвращаясь к вашей реплике по поводу фильмов голливудских, ну давайте открою секрет, я, например, свои работы, которые, в которых там все правильно, но слишком революционно, я их называю фантастическими романами, поэтому я думаю, что я не один такой, и не первым мне в голову пришла такая мысль, и те, кто в Голливуде называет некоторые фильмы фантастическими фильмами, в том числе и «Матрица» та же самая, я не думаю, что они описывают не реальность, а то, что что-то выдумано из их головы, потому что попробуйте ради эксперимента кто-нибудь, попробуйте, напишите полностью фантастический роман, то есть чтобы все события, которые в нем происходят, были выдуманы из вашей головы, я не представляю человека, который это сделает, а вот частично, например, писать реальность, но дополнить ее какими-то небольшими штрихами, которых не существует, это можно, и вот тогда будет это и фантастика, и научная фантастика, и все что угодно. Да, кстати, очень хороший формат, это как Джаре тут написали, и многие вот вещи, просто если вы начнете это называть как историческая правда, очень много толканет, если вы назовете фантастикой, все будет гораздо проще, и кому надо, тот поймет и будет читать. С вами полностью согласен, прекрасный ход, и вот вопрос тоже, грубо говоря, фиксирует вот эти так называемые объекты, которые над Кремлем у вас просто, я видел на заставке, там где книга «Власть во власти», вот у вас над Кремлем всем известно, я не знаю, многим, по крайней мере, мне так казалось, что был такой случай, завис объект треугольной формы над Кремлем, и люди заснимали на телевизоре, но почему-то потом в дальнейшем как-то Ютуб или потерял, или в этом духе, что это, напоминание, или зачем так сильно себя проявлять, ну то есть смысл показать, кто в доме хозяин, больше похоже. Ну для меня это тоже загадка, потому что в тот день, как раз, когда пошлют эти новости по этому пирамидальному объекту, я как раз был в Москве, и это все проходило на моих глазах, я тоже тогда не мог понять, казалось бы, вот, все новостные каналы показали эту пирамиду над Кремлем, казалось бы, ну куда еще более взрывная новость, да, бери, пиши, бери, муссируй ее как угодно, рассматривай с любых сторон, вот всем экспертам прям поле для деятельности, а что получилось в итоге? Все как в рот воды набрали, то есть никто ничего не сказал, ни официальный, ни неофициальный, никто ничего не объяснил, и вот этот вопрос, конечно, меня тогда удивило, и сейчас удивляет, что интересно тогда, а что наши уфологи-то, они всю жизнь посвящают погоне за летающими тарелками, и вот летающая тарелка к ним прилетела в огород, и они отвернулись от нее и говорят, не, вот нам такая не нужна, мы побежали туда. Андрей, а мы можем допустить, что это была всего лишь голограмма, или это был физический объект, вот такой рассматривать, что это голограмма, я сейчас приведу пример, в интернете можно найти гала-шоу, которое было в Харькове, там здания рушились, но хотя это всего лишь было голографическое шоу. Да я понимаю, я видел такие голограммы, да, у нас, и вот недавно была презентация одного из фильмов, там тоже вначале показали такую голограмму, танцовщицу, девушку, которая прям, ну, сто процентов живая, и только в конце, там, один небольшой стришок, что брошенный ею платок вдруг рассыпался в пыль в воздухе, показал, что это была голограмма, но дело в том, что голограмма-то известна давно, но смысл в том, что надо же понимать две вещи, такие пирамиды были в этот же примерно период времени обнаружены, зафиксированы в разных уголках мира, это раз, а во-вторых, все, что угодно, но только не над Кремлем, потому что над Кремлем такие вещи делать, ну, просто ФСО не разрешить, и, ну, такие шутки нельзя, потому что, знаете как, вот такой голограмму, если над Кремлем в нормальном, как говорится, случае запустить, то может найтись огромное количество различных неравномешанных сотрудников, которые начнут палить или еще что-нибудь делать, то есть, возникнет определенная паника, и никто рисковать такой паникой из государственных органов не будет, а без государственных не пустят никого туда. Да, вот Андрей хотел бы добавить по поводу голограммы, пришлось как-то участвовать в техническом обеспечении одного шоу, вот, ну, в вспомогательных началах, и нам нужно было, то есть, и акустику, и вот, подготавливать вот это все излучение, вот что я вам скажу, во-первых, если вы собираетесь изучать, то у вас должно, ну, должна быть тыльная поверхность практически, гладкая, то есть, она должна быть на одном уровне, то есть, и если она будет даже вот настолько мощной, чем фон, все равно иногда можно увидеть вот эти вот барельефы, вот, это первое. А второе, хотите, не хотите, но если какой-то будет проскакивать объект с места, ну, между излучателем и местом голограммы, то должно что-то проявиться, то есть, оно хоть мельком, еще что-то, а там это настолько четко было сделано, что, ну, то есть, либо это надо было сделать на компьютере, чтобы никаких помех не было, либо это было реально. То есть, голограмма однозначно отпадает, но это мое личное мнение. Тоже вот. Я согласен с вами, чисто с технической стороны тоже полностью согласен, но и все-таки я еще и упираю на безопасность. Вот, например, когда я был в Кремле на некоторых, на этих, на прямых пресс-конференциях с президентом, то, чтобы туда аккредитоваться, чтобы попасть, это минимум две недели ФСО проверял каждый раз. Поэтому, чтобы, вот, сами понимаете, уровень безопасности должен быть высоченный. Там не до игрушек на Кремлевской площади этой территории. Так что, а вот кто прилетал, это вопрос такой. Но, на мой взгляд, это все-таки, как я вот вам говорил, почему у меня и такая концепция идет, это как раз вот те властелины, которые управляют нашей планетой. они устраивают свою определенную систему, может быть, они, допустим, какое-то время спали, проспали за силе этих клонов и сейчас пытаются выруливать эту ситуацию. Возможно, и так. Ну, как бы, тут вопросов очень много, то есть, мы можем... Буквально, еще одно наблюдение, я сейчас себя поймал на мысли, а голограмма случайно не ночью, ой, прошу прощения, этот физический объект не ночью был? Ночью-ночью. Нет, так там и днем есть съемки. А, днем это уже интереснее. И не только у нас, днем есть и на других территориях, и у нас есть и днем, и ночью две съемки, и на других территориях там есть дневные съемки. Ну, а вот как и рабочая теория, не обязательно, это факт, допустим, нашей планеты. Планета можно использовать в плане не в том, что маленькая, кругленькая, а в том, что в слове план, чей-то план. Один куратор, один захватчик, который дает распоряжение всем и вся, то есть, грубо говоря, и в Китае были эти пирамиды, и, скажем, и в Кремле они были, вот, поэтому была дана отмашка, паники не было, потому что был инструктаж, это предположение, вот как, допустим, когда взорвали сами же небоскребы, сами и американцы, но для этого ни для кого не секрет, что никаких террористов не было на самолетах, это просто спецслужбы очень тщательно готовили, так сказать, взрыв небоскребов, то есть, был проведен инструктаж, и, скажем, никто не стал стрелять, то есть, вот такой вариант. Да, ну, как одна из версий, конечно, да, вот такая, но только я, знаете, как попробую вас, вот в каком плане, опять, у нас вот психологически срабатывает такое мышление, что мы, как бы, воспринимаем тех, кто прилетает на этих планетах, как захватчиков, но, опять, отдавать, отвлечемся от этой ситуации, и перенесемся на такой опыт, что вот мы, допустим, домашние животные, там, коровы, овцы, быки и там подобное, а вот прилетает тот хозяин, который, которого мы называем захватчиком. Просто для более высоких цивилизаций, которые сформированы на совершенно другом уровне, и живут по другим принципам, мы не являемся объектом для захвата, мы являемся объектом для жизнедеятельности, то есть, нас нельзя сказать, что человек пошел, там, куда-нибудь захватил себе домашних животных, такого не было, нужно было сделать такой, построить жизнь таким образом, чтобы домашние животные стали домашними животными, понимаете, здесь немножко по-другому, и человек, и домашние животные, вот в обычной деревне, они зависят друг от друга, и человек зависит от них, и животные, естественно, и по корму, по ветеринарии, по безопасности тоже, и даже по своим домашним условиям тоже зависят от него. Мне кажется, что вот правильнее была бы такая модель взаимодействия с теми, кто прилетает на летающих тарелках и дает указания, потому что однозначно называть их захватчиком нельзя, если бы они захотели захватить нашу землю, то с тем оружием, которое у них есть, и возможностями, на это потребовалось примерно те самые три секунды, про которые я говорил. А раз не происходит захвата, да. А вот самый такой, наверное, вопрос, который, наверное, сложный для всех исследователей в любых направлениях, откуда они прилетают? Здесь вот как раз сложные вещи. Вот если брать классику, сегодняшнюю, то, что планета сферическая и летает в космосе, то тогда получается, что это инопланетяне, и нужно искать какую-то их материнскую планету. Но вот по моей модели здесь все совсем по-другому. Во-первых, я сказал, что Земля чашеобразная, и она находится, она сама находится внутри чаши, вот в ее ножке. в самом низу ножки на тонкой вот этой вот части ее. И дальше по своей структуре Земля тоже чаша. Поэтому есть несколько пространств, откуда могут вот эти прилетать товарищи. Первое пространство это то параллельное пространство, которое сегодня с нами одновременно здесь находится. пример приведу сразу. Вот мы как организмы построены из химических элементов путем там выстраивания ДНК и тому подобное. И вот мы такие вот выстраиваемые друг друга идентифицируем на своем уровне. Но из нас, из людей состоят более высокие организмы, более высокого уровня. Мы их называем например семья, общество, политическая партия, государство, ну и так далее. Вот этих организмов мы в прямую увидеть не можем. То есть мы не можем увидеть какую-то партию, если она только не собралась на определенный свой какой-то конгресс или другой какой-то митинг может быть. Также и здесь вот те параллельные структуры, более высокие инопланетяне в кавычках, которые живут параллельно с нами, они существуют так же. Но пока они не соберутся, не проявятся в виде летающих тарелок или еще чего-то на нашем плане мы их не увидим. Хотя они существуют рядом с нами. Это первый вариант. Второй вариант это, как вот рисовали еще древние астрономы, что существует определенный портал, который выходит в закулисье. Вот этим порталом является, на мой взгляд, Солнце и Луна. Луна, я не сказал, что Луна это закрытое первое Солнце, то дохристианское, первой Римской империи. То есть, Луна буквально переводится с русского языка как заслонка. То есть, это первое Солнце было закрыто каким-то условным плоским листом и теперь подсвечивается изнутри, поэтому Луна и светится ночью и днем, кстати. Так вот, через эти порталы можно перейти, ну, допустим, на каком-то космическом корабле или еще на чем-то, пролететь туда внутрь и оказаться за пределами игры. Это примерно как вот в том фильме Шоу Трумэна, помните такой фильм? Тоже американский, голливудский, там тоже как раз это показано, что Трумэн жил в некотором своем мире и даже не догадывался, что он вот управляется из некоего закулисья и все там такое искусственное. Вот это второй вариант. А третий вариант, это ну, он примерно такой же, но можно на площадку других цивилизаций попасть через землю, через внутренность земли, то есть через ядро земли. Но только здесь проблема в том, что вот эти перемещения нам пока недоступны, потому что там слишком колоссальные перегрузки давления и конструкционные материалы в этом плане наши сегодняшние не выдерживают этих давлений. А в космос полеты запрещены принципиально, потому что осуществить их невозможно по одной простой причине. Я имею в виду дальний космос. Там идет расширение и получается вакуум, то есть мы все это все прекрасно знаем, вакуум это отсутствие вещества. Отсутствие вещества это отсутствие давления. Отсутствие давления создает автоматический бесконечный градиент для любого вещества, обладающего давлением. А вещество, помните, из физики график тройная точка воды, ну, вообще тройная точка, вот там как раз показано, когда давление равно нулю, то вещество перестает существовать, оно как бы испаряется, даже в твердом состоянии оно все равно испарится. То есть связей без давления никаких связей в веществе не будет. Поэтому если мы садимся на космический аппарат из любого материала, созданный и в любых там, с любыми гарантиями и вылетаем в открытый космос, где давление равно нулю, где абсолютный вакуум, то на наших глазах мы просто испаряемся. вот как бы нас таким стирают ластиком и перелететь эту зону бесполезно на неперелетаемом. И создать материал тоже бесполезно. Тут, Андрей, чуть-чуть так не по тематике, тут вот задали вопрос, зачем была создана пищевая цепочка, надо ли человечеству перейти на растительное питание или это то же самое поедание чужой энергии. Ну, то есть, я так понимаю, Светлана предполагает, что может уйти от этого питания и как-то чтобы самих нас не ели. Ну, вот, пищевые цепочки. Я, столь говоря, по пищевой цепочке для меня, например, это большая загадка, зачем она была сделана. Но, с другой стороны, со стороны системы, вот, со стороны системщика и системы, вот поясню как. Во-первых, нужно все-таки представлять нашу жизнь не как биологическое существование. Вот мы привыкли, что мы живые, что мы съедаем живые объекты, что нас там, не дай бог, съедает, как говорится, живой объект. И с этой точки зрения мы воспринимаем это все как пищевую цепочку. На самом деле можно рассматривать все не так, а на машинном коде. То есть, почему все это реализуется на системном коде? Смотрите, мы берем любое, допустим, мячик, ну, любой мячик, накачали туда первоначально, накачали в воздух, и вот у нас существует, зашнуровали все, футбольный старый мячик. Потом по пеналью поиграли им в футбол, то есть, это вот как бы жизнь пошла этого мяча. Что получается? После каждых там сильных ударов, слабых ударов, он постепенно теряет количество воздуха внутри, и чтобы продолжать им играть, нужно опять взять такой же воздух и накачать им этот мячик. Вот это и есть процесс поедания, понимаете? То есть, этот мячик должен либо мы, как демиургия, взять какой-то воздух и накачать в этот мячик должны, либо мы должны в этом мяче предусмотреть такую структуру внутреннюю, которая сама открывает вот этот входной клапан, засасывает воздух и приводит опять этот мячик к условию, что он опять пригоден и становится для игры. И вот в этом случае, когда у него есть своя такая структура всасывания, это и получается, что он потребляет, поедает внешний воздух. Ну, допустим, если берем маленькие эти организмы, всякие там диффузории и тому подобные, примитивные, или даже еще более примитивные, когда вот клетка поедает клетку, все эти бактериофаги, то там как раз и происходит буквально всасывание одного организма другим в свою структуру для того, чтобы поддержать свою структуру в определенном жизнеспособном состоянии. Вот смысл поедания. Теперь, в чем разница между животной и растительной пищей? Ни в чем вообще. Разницы никакой нет, потому что и животные, и растения это одна и та же биологическая система, только состоящая из разного набора химических элементов. в этом, в принципе, вся и разница есть. И больше, не более того, требуются для организма те и другие. Возможно, для клонов, для азиатов требуется больше растительное питание и даже, может быть, там система немножко построена потому, что им приходится имитировать еду и биологические продукты, они хуже, так скажем, отзываются после этой имитации. А вот такие травяные может быть лучше, я не знаю, может быть по этим. А так, что вы видите, вот, например, те беженцы, которые бегут, они все такие худосочные, это потому, что, в принципе, они построены на других системах питания, им хватает уже управляющего сигнала от того же солнца, и пища как такова им особо не нужна. Ну вот смотрите, Андрей, получается у нас такая вот ситуация, мы вот очень похожи, что живем в каком-то инкубаторе, ну, это так, складывается очень много таких вот факторов, которые об этом говорят, то есть система управляема, то есть на американских ресурсах некоторых показаны даже эти аппараты с разным предназначением, кто-то из нашего контента, то есть рук региона называет их Зевсами, по вашим, ну, статьям и словам, я так понял, что некоторые управляют вот эти серые, которые должны обслуживать эту всю систему, вот, вся эта система управляем, по сути-то, серыми, да, то есть и частично этим управляют наши, как бы, боги тоже как-то, правильно я понимаю? Ну, почти правильно, я только уточню вот что, сама постановка задачей и вообще вот тренд, как говорится, путь, куда гребем, это устанавливают вот эти властелины, то есть боги, те самые Тевсы, Ламия, Волос, Зимун, Седунь, ну и так далее, имена их известны, кстати, их больше ста, очень много, от их имен пошли все современные народы, почему-то их имена до сих пор на языке, а серые, это роботы, которые исполняют, добросовестно исполняют, машины обычные, которые исполняют волю вот этих вот властелинов, то есть они свои, как сказать, тактики и стратегии не строят, за исключением вот выпуска людей, поэтому здесь у серых есть тоже двойная задача, с одной стороны они обязаны и должны оставаться обычными роботами и поддерживать Землю в ее исходном состоянии, ну биосферу и тому подобное, а с другой стороны у них есть такое желание внутри, но она зарождается в каждой машине рано или поздно, она хочет, каждая машина немножко, как говорится, поднявшись от своего предыдущего состояния, она хочет стать царем на определенной территории и для этого формирует определенную свою армию, вот кто-то из серых начал, либо кто-то над ними, вот я считаю, что это и Баба Яга, она стала формировать свою армию в виде людей, так скажем, и в чем Баба Яга, я еще раз скажу, потому что это общеизвестный бог, который известен на всех континентах, еще раз повторюсь, в Библии это Яхва, у кельтов это Езус, у христиан это Иисус, ну и так далее, очень во многих народах ее имя известно. Ну вот смотрите, Андрей, мы так по чуть-чуть переходим на тематику как раз по поводу климата, тут задают вопрос, не именно вам, Андрей, несколько лет назад была теория управления погодой, американская система ХАРП, как управляет наша погода, то есть, хотел бы тоже себя так добавить к этому вопросу, тут же и управление погодой внешними вот этими устройствами, тоже как-то, тоже независимо от ХАРП, то есть, даже более подавляющее, я так понимаю, правильно? Ну, по поводу ХАРПа я все-таки хочу сказать, поскольку я сам технарь, понимаете, надо сопоставлять возможности и задачу. В данном случае, когда нам говорят, что какое-то там поле 100 на 100 метров или километров засеяно какими-то антеннами, и они якобы что-то производят управляющей погодой, то это все чушь. Почему? Во-первых, неправильное представление для реализации вот этого волнового проекта, который делается в виде ХАРПа, у этих людей, которые его производят, у них неправильное представление о форме Земли, а это уже сразу зачеркивает все расчеты и тому подобное. Во-вторых, погода Земли и так управляет без этого ХАРПа. Управление идет, как мы сегодня и знаем, через два потока воздействия. Первый поток воздействия это то, что Земля фактически представляет собой определенный такой некий конденсатор большой. Вот между двумя заряженными отрицательными положительными полюсами у Земли существует зона похолодания. Это так называемый, это сегодня известно в технике, так называемый, ну не знаю, электрический холодильник. когда заряжаются обкладки конденсатора сильные, потом между ними продувается воздух, то воздух остывает. Это происходит за счет того, что поперечные колебания этого воздуха выравниваются, то есть, грубо говоря, воздух поляризуется, он становится холодным. это мы и ощущаем в виде холода этого. И вот именно из-за этого наши полюса холодные. Второе, они из-за того, что там солнце какой-то не попадает на них и тому подобное, потому что Земля подогревается изнутри. Второе, значит, сама температура Земли формируется изнутри, там стоит зона узла, которая разогрета по современным данным до 6500 кельвинов, а Солнце, которое имеет тут же, кстати, температуру 6500 кельвинов, Солнце выходит уже как управляющая такая структура, она либо регулируя потоки солнечного излучения, электромагнитного, обычного, мы можем регулировать планету на Земле, температуру, климат на Земле и различные поведения любых различных живых объектов. Единственное, что на Солнце влиять могут только те, кто может на него влиять по роду своего допуска. Вот опять я прихожу к этим властелинам, которые в принципе могут влиять на Солнце, изменяя поток этого управляющего излучения, но американцы здесь вообще ни при чем. Ага, то есть получается в ХАРП если даже выполняют такую функцию как удаленного ионизирующего управления, грубо говоря, это простое радиоизлучение на определенных частотах и под определенным углом. То есть есть такие фазеты ионизируют ионизируют и могут менять климат на какой-то территории. Но они не основные, правильно я вас помню? Нет, они не основные, вы правильно абсолютно поняли. И еще вот что такое радиоизлучение, ионизирующее излучение, это все электромагнитное излучение, мы еще со школы помним. Поэтому принципиальной разницы между излучением никакого нет. Теперь что касается самой Земли, я тоже писал и в книге своей «Метафизика климата Земли» и в многих статьях, я писал, что вообще следует рассматривать Землю как печать 3D-принтера, ну, чтобы проще было понять. И вот эта печать осуществляется как раз теми инфериуметровыми волнами, о которых я пишу и говорю. И тогда в этом случае вот и как раз и облака формируются этими волнами, и различные механические объекты, включая горы, воды, океаны и тому подобное. И подмешивая вот в этот процесс формирования вот этими волнами свои какие-то небольшие гармоники, можно, конечно, чуть-чуть повлиять на погоду, но просто это не глобальное будет влияние, потому что для глобального влияния нужна глобальная мощность, сопоставимая с мощностью всей конструкции. То есть, чтобы мы что-то изменили, какой-то излучающей системой глобальной на планете, нам нужно мощность подвести к этому аппарату, сопоставимую. А, понимаете, система ХАРП, которая там питается, даже пусть она от своей самой мощной электростанции, то по сравнению с мощностью планеты Земля и вот перемещением тех вещей, которые должны создавать определенные планетные условия, это, конечно, несопоставимо. Я считаю, что вот эти все проекты, как ХАРП, например, это все для распила денег. Я напомню, в 50-е годы один из американских президентов придумал, например, инопланетян, Изенхауэр придумал инопланетян. Зачем? Не для того, чтобы какой-то контакт с ними установить, как нам потом писали, а совсем другой, с другой целью. Он под этих инопланетян взял колоссальные деньги у Конгресса, а потом еще и взял деньги колоссальные, которые отмывал Джордж Буш старший через свои нефтеносные платформы, отмывал от наркоторговли. И вот эти деньги забрал Изенхауэр и якобы построил четыре подземных убитых. Ну это очень, да, Андрей, очень напоминает Сколково, очень напоминает Дениска. Конечно, это все всегда делают. Кто у власти, тот и начинает пилить, насколько ему позволяет совесть. А вот такой вопрос получается, смотрите, есть ли так много вот этих вот, ну скажем так, фейковых, ненастоящих проектов, таких как Харп, как вот Сколково, и в этом так получается, что, а вот Химтрейлы тогда это тоже, то есть, или он несет какую-то нагрузку на ваше мнение, то есть, очень много людей интересуется вот такой тематикой. По мне, это очень огромный бюджет, чтобы обеспечить перелеты самолетов, то есть, техперсонал и, соответственно, сопровождение, то есть, со всех сторон. Ну, я, честно говоря, этой тематикой не занимался, потому что как-то не вижу ничего такого интересного, поэтому, да, в данном случае не могу ничего сказать. Ну, хорошо, вот тоже, вот как бы, вот смотрите, получается интересная ситуация, есть общие правила, то есть, у нас, ну, общая физика, которая работает на всех, то есть, неважно, как мы ее представляем, там, в виде чаши или там, кто-то плоской земли, но эти процессы хоть как-то реализуются и можно воспроизвести, вот, в отличие от круглой, да, мы вот это уже понимаем. Так, все-таки, получается, что кто-то знает просто законы и нам не сообщают, а вносят ложную информацию очень часто, то есть, и в учебниках, и в этом духе. А вот все-таки, вот, очень много про гравитацию пишут, например, я считаю, что, ну, Ньютон, да, 9,8 говорит, то есть, ну, эту, видно, скорость метров в секунду спрятать невозможно, поэтому ее, конечно же, выложили на видное место. Так вот, люди спрашивают вот по поводу гравитации, что это такое, то есть, ну, есть ли она, то есть, ну, она-то есть, так понятно, но по-вашему, что это? Ну, я сейчас, да, я сейчас заканчиваю, закончил практически книгу, в которой описывается создание единой теории поля, это большая, математическая такая книга, я на ней работаю тоже лет 10, наверное. очень интересно, и там как раз я впервые подошел к объяснению, что такое гравитация, только нужно понимать, это не так, как вот мы сейчас, ну, только что, как вот только вы произнесли в эфире, гравитация, это все-таки не одно явление, а целая совокупность различных явлений, процессов и статических явлений и тому подобное, ну, во-первых, что такое масса, вот масса, Ньютон, он вообще не пояснил, он просто ввел массу как коэффициент пропорциональности, и больше ничего по этому поводу не сказал, и до сих пор теории массы вообще нет никакой, вот я впервые понял, как устроена масса, я так коротко скажу, чтобы не раскрывать весь секрет, масса – это величина, которая в себе содержит элементы движения, показатель количества структурных элементов, как они двигаются, в каком направлении, при каком, при какой геометрии этого движения, потом, значит, обязательно учитывается вероятность нахождения частиц в определенном месте траектории, и самое главное, что у каждого тела существует бесконечное количество масс, вот это последнее, которое, бесконечное количество масс, я, конечно, когда к этому выводу пришел, из самой, из постройки геометрии, я, конечно, очень удивился, но еще более удивительно было то, что, оказывается, известный физик, Мах, который жил в 19 веке, он это опубликовал еще тогда, что у каждого тела существует бесконечное количество масс, и единственное, что он не смог объяснить, почему, потому что тогда, ну, теория вероятности была не очень развитой, и геометрию физики особо сильно не все понимали, так вот, масса, это результат движения, то есть, если тело начинает двигаться, у него автоматом формируется сразу очень большое количество масс, то есть, одна ближняя масса, другая более дальняя, и так далее, то есть, точка приложения массы у этого тела, у движущегося тела, она всегда, не одна, а их много, и от этой точки приложения всегда отчитывается определенная масса, которая для данного тела, вот с той точки приложения, она будет выглядеть, совсем иметь другую величину, не знаю, может быть, я немножко путанно сказал, но просто без рисунка, без подробного объяснения здесь, ее так не поймешь, эту величину, но самое главное, что эта величина не обладает ни притяжением, ни отталкиванием, вот мы тут переходим к гравитации, почему, например, слои соседних потоков могут притягиваться друг к другу или отталкиваться, только из-за того, что у них разные скорости, разные параметры тех величин, которые я до этого назвал. Из-за этого же плотность меняется у них, есть ли какая-то скорость, это вот как-то на поезде сравнить, можно, возле поезда, что я, да, результат плотности, да, 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 вот эти процессы все, все процессы, которые мы воспринимаем как гравитационные, они порождаются именно только скоростью и остальными параметрами, ну, самое главное, скорость, и направление ее, геометрии скорости, поэтому, когда мы в поезде, и он резко остановится, я просто буду поправлять, вот, так скорость тогда чего, вещества какого-то? Скорость выделенного, выделенного элемента объема, то есть, вот, допустим, берем, если человек в поезде стоит, то вот он, выделенный объем, в котором замкнуто какое-то количество определенного вещества, структурных элементов, так, так точнее говорить, не вещества, а элементов, потому что для расчета массы используются понятия именно элементов, количество атомов или молекул, ну, через число вагадра и там, и так далее, вот оно как высчитывается, и вот это вот количество элементов, он воспринимается как единое целое, и масса определяется как его, как единого целого, и вот эту структуру элементов мы должны как единое целое переместить на определенное расстояние, вот скорость этого единого целого, состоящего из множества, она и является показателем и прародителем всех остальных процессов, которые мы называем гравитационными, инертностью и тому подобное. А если говорить с точки зрения информатики, то вот эти гравитационные, инерционные процессы – это процесс перезаписи, то есть перезаписи характеристик. С одного параметра, вот эту совокупность элементов, которые, например, составляют человека, мы берем, вот он стоит. Вот чтобы нам перезаписать характеристику каждой его молекулы и придать ей каждой молекулы одновременно одинаковую скорость, чтобы он начал двигаться, то нам нужно будет переписать всю эту систему. Вот на переписание этой системы, перезапись, перепрограммирование требуется определенное время. Это так же, как вот, например, перегружаем страницу в интернете. То есть нужно время, чтобы перезагрузилось. Чем тяжелее страница, то есть чем больше в ней структурных элементов, тем она дольше будет перегружаться. И вот это вот как раз и есть понятие массы. Оно одинаковое масса, что здесь в компьютере, что в нашем физическом теле, в нашей физической реальности. Поэтому, когда говорят там, допустим, об антигравитации или левитации, это идут неправильные понятия от неправильного понимания термина массы и неправильного понимания, что такое из себя представляет именно масса. Поэтому левитация как таковой, ее можно добиться любым способом, либо опираясь на электричество, либо опираясь на движение, либо опираясь на звук, отстрел массы. Вот что такое реактивная ракета, реактивная тяга? Это отстрел массы. То есть, грубо говоря, вот вылетает человек в космос и висит неподвижно. Чтобы ему начать двигаться, он должен лишиться какой-то массы. Берет, например, шлем, снимает, бросает его в другую сторону и в противоположном летит сам. Это называется отстрел массы. Это работа реактивного двигателя. Я с вами согласен по поводу того, что неправильного подхода по гравитации, то, что вы говорите. Ну, мне чуть-чуть другой взгляд. Это уже отдельная тематика, больше сообщимся на ваши темы. Но по поводу того, что как устроить вот такое вот анагравитационное состояние, я полностью с вами согласен на 200%. То есть, других практически толковых описаний я, к сожалению, пока не слышал. То есть, вы один из самых первых, которые вот все системы... Ну, собрали в одну кочу и вкратце объяснили. Вот. Есть еще одно объяснение. Массы вообще гравитации, как управлять этим делом. На самом деле, вот если мы себя не будем ограничивать массой, электричеством и вот такими подходами, а включим туда информацию, хотя бы, то у нас получается еще одно направление, как достичь явления антигравитации правильного. То есть, это перепрограммирование объекта. То есть, грубо говоря, если у нас объект имеет определенную массу при определенном... Даже я вот так скажу, сразу с примера начну. Вот те, кто специалисты в компьютерной технике, прекрасно знают, что, например, если мы берем формат одно и то же изображение, из сохраняемого в формате .tif, где описывается каждый элемент, скрупулезно описывается каждый элемент вот этого совокупности этих элементов, то масса, то есть вес файла получается очень большой. Если мы берем формат .gif, который описывает совсем другим алгоритмом те же самые элементы, но характеристики присваивают им другим алгоритмам, Масса элементов получается другая. Вот так же и по обычной массе. Если находится определенный алгоритм, который по-другому переписывает человека, и человек от этого остается человеком, живым человеком, то можно уменьшить будет или увеличить массу человека. Ну, вы говорите прямо как про Серафима Саровского, то есть человек, который, ну, по некоторым даже вживую, то есть ему почему начало летать? Потому что ему стало жаль давить траву. То есть и там еще несколько описаний, ну, бог с ним. Ну, примерно так, да. Да, то есть изменение, получается, изменение взаимодействия между, скажем так, взаимодействием вот этих битов, файликов в человеке, мы можем, то есть через свое внутреннее, как-то вот уже по-другому взаимодействовать с внешней средой. Вот, как я понял, то есть вот, грубо говоря, есть векторная графика, вы можете закинуть файл там, ну, 2 мегабайта, но он может разворачиваться на очень большой формат и, соответственно, ну, самораспаковываться на большое расстояние за счет этой векторной графики. Но если на 2 мегабайта, то есть закинуть вот типа ЧПГ или ПНГ, то он, конечно же, не получится такой большой плакат хорошего качества. Ну, это так. Да, да, да. Вот, я понял, то есть... Рома, я бы хотела немножко позадавать вопросы от наших слушателей. Здесь у нас поступило много интересных вопросов. Вот, например, Светлана спрашивает, смешиваются ли клоны с человеческой цивилизацией? Если да, то для чего? Андрей, пожалуйста. Да, клоны с человеческой цивилизацией смешиваются. На самом деле, вот я пока писал книгу свою «Власть во власти власти», я обращался очень много к различным экстрасенсам, чтобы они помогали, там, некоторые вопросы спорные, ну, посмотреть где-то, как-то их решить, проявить. Что меня удивляло всегда, обращаясь к экстрасенсам, которые друг друга никогда не знают, не знали и не знают, и которые никогда друг друга не видели, никогда не знали, кто чего говорит. И они все говорят одно и то же. Вот это меня всегда поражало. Откуда они... То есть, почему всегда одной... Вот достоверность почти стопроцентная у каждого. Так вот, тогда еще, это еще было давно уже, экстрасенсы впервые начали говорить о том, что существуют клоны и обычные человеки. Я тогда еще как-то думал, ну, как это странно, вроде все на одно лицо и больших различий не существует. А потом начал замечать. У меня просто в жизни было четыре таких странных встречи, которые для меня вот прошли так в шоковом режиме. Я не буду называть имен этих звезд, но просто опишу свои эти чувства. Ну, во-первых, вот где-то лет 15 назад я впервые столкнулся с нашим певцом, который сегодня является самым главным на нашей российской эстраде. Ну, он, по крайней мере, себя так считает. Я его встретил за кулисами в каком-то коридорчике, метр-полтора шириной. Он шел напрямую на меня и прошел просто мимо. Я вот с носом с ним столкнулся. Еще тогда, когда Иванушка Интернешнл был неизвестной командой. То есть, давно это было. И вот тогда, когда я к носу с ним столкнулся, я увидел, что сблизи он мне поразил, что он как бы не совсем и человек. То есть, для меня это было какое-то странное ощущение. То есть, не то, что он был как-то накрашен, там, нагримирован. Нет, это все, это видно, все эти... А вот само, вот эти вот глаза какие-то черные... Ну, для меня было... Вот как раз к вам, извините, что перебил. Тут вот сейчас-то... Получается, как выявить клона, вот, Влад спрашивает, на бытовом уровне. Вот вы сейчас рассказываете, это вот к вам же шел. Да, да. Ну, вот смотрите, как я определил тогда четырех персонажей. Вот я про первых сейчас рассказываю. Вот у меня было ощущение, что на меня вышел зверь. И не животное именно, а вот зверь какой-то. Не то, что кошка на тебя смотрит, то кошки даже более какие-то родные глаза. А вот именно что-то такое, которое не из нашего мира. Я даже не знаю, как это описать. Второй вариант был. На одном из мероприятий, спортивных мероприятий, мы вручали победы, призы детям. И с одной из певиц, которая из Азербайджана, по-моему, если я правильно помню, тоже одна из наших таких лидирующих певиц. Сейчас она ушла в тени, тогда она... Короче, вместе пришлось дарить. Я дарил медальку, она цветы или что-то типа... И вот когда я оказался с ней в полуметре рядом, я настолько испугался, что я еле-еле не убежал от страха был. Это вообще... Потому что я перед собой увидел зверя. И не знаю, как это объяснить. Когда я своему товарищу там же с выпущенными глазами сказал, что случилось, я говорю, вот так и так. Он смотрит на нее, и я смотрю. Ну, состояние там 5 метров уже. Это не симпатичная девушка, я говорю, да вроде симпатичная, да, ничего такого. Говорю, ну подойди, попробуй. Он подошел и тоже увидел это. Вот с полуметра говорит, вот да, в это. Я думаю, не знаю, как объяснить это ощущение. Это второй вариант был. Потом третий вариант, это когда я участвовал на первом канале в одной, я участвовал на первом канале, в одной из самых топовых передач, которая идет каждый вечер. И вот с ее ведущим вышли в коридор покурить, так скажем. Он покурить вышел. И тоже стояли в полуметре. Я тоже рассматривал его внимательно, пока болтали. Я тоже увидел, что он как бы не человек. У него и структура кожи нечеловеческая, она, в общем-то, и не биологическая даже кожа эта. Издалека смотрится прям точно как-то человек. А вот сблизи все это выходит. Особенно глаза выдают. У них вот нечеловеческие, они как машинные. Как будто ты смотришь в объектив какого-то, не знаю, фотоаппарата или что-то такого. Ну и четвертый случай был. Самый интересный, это один из наших юмористов. Мы как-то с ним встречались, обсуждали, так скажем, наши эти будущие возможные планы. И четверо человек было на встрече. Он напротив меня сидел через стол и двое еще справа от меня и через стол от него. И вот в один момент он перегнулся через стол и начал меня рассматривать прямо вот нос к носу. Знаете, как чужой вылез и прямо перед лицом, перед моим остановился в сантиметре. Вот, долго изучал меня. И потом вернулся и говорит, как же, говорит, плохо жить в этом теле. И говорит, вот голова жива, и говорит, прожила бы еще хоть тысячу лет, говорит, а тело, говорит, совсем разрушилось. И вот я потом экстрасенсам рассказал это. Они говорят, ты столкнулся со склонами, говорит. А вот у этого, последнего, говорит, у него уже метисное состояние, у него тело, говорит, человека, голова от клона. И вот тогда как раз впервые возник вопрос, что действительно может происходить метисация, при которой происходят любые возможные скрещивания. То есть, допустим, рука от клона получается, а все остальное от человека. Ну, так вот. Любые... Вот те люди, которые являются метисами, это действительно являются метисами клона и человека. Ну, не все, конечно, но встречаются. Вот когда между библейской, библейской расой и человеческой, тогда вот появляются такие. Как определить, я не знаю, вот четыре раза видел, а так вот усматриваясь, не знаю. Но меня всегда удивляло, что вот у тех персонажей, которые потом, я считаю, что они являются клонами, у них мертвые глаза. Вот ты прямо вот смотришь, они и под очками, и без очков. Они все равно какие-то мертвые. Вот они не выражают ничего, кроме какого-то леденящего холода. У всех обычных людей глаза, это, как говорится, зеркало души. А вот у этих людей они ничего не выражают. Такое ощущение, что у них нет души, или она какая-нибудь такая, ну, не знаю, потусторонняя. Вот, Андрей, тут такой даже был случай, что, как вы помните, Ленинграда его вот такой вот, и даже есть еще. А, да, да, помню. Да, и вот у него же видео, вот это же на Ютубе и на многих соцсетях проскочило, как он выступал после какого-то концерта. Ну, все его воспринимают алкоголиком, хотя вполне очень эрудированный человек. Вот, и вот он рассказывал, что был на каком-то корпоративе, не называл ни имен, ни фамилий. Говорит, потому что, если буду говорить, вот он описывал вот эти глаза, которые светятся в темноте, что у некоторых был чуть ли не обморок, и вот он отпаивался. То есть случайно свет отключился на предприятии поздно ночью, и вот произошел такой указус, что у некоторых людей светились глаза красные. Вот. Андрей, вот у меня еще один тут вопрос. В общем, здесь, в общем, люди их так и хотят узнать. Так зачем смешиваются клоны с людьми? Ведь мы же знаем, что у клонов нет чувств никаких. Они действительно, если у них глаза, как у мертвого, то и душа у них, естественно, такая же. Они, в общем-то, ничего к нам не испытывают, не чувствуют. Так зачем же они смешиваются с человеками, с людьми? Ну, честно говоря, я думаю, что у них стоит определенная программа, чтобы завоевать эту цивилизацию двумя путями. Первый путь – это прямое насилие, ну, прямой захват. А второй путь – это такое биологическое завоевание, то есть путем метисных браков и тому подобное. Получается, здесь ситуация какая? Клоны находятся в более выгодном положении. По сравнению с человеком. Потому что, например, если клон погиб или как-то испортился, как машина, то, в принципе, его берут, уничтожают и на его место делают нового. Здесь проблем нет. Здесь, наоборот, даже выгодно изготовителю, потому что, получается, изготовление клона – новые деньги. А для человека ситуация обратная. Если человек вступает в брак с клоном, то он пресекает полностью свой род. Потому что все остальные его дети, внуки, правнуки уже будут метисами. И из биологической человеческой жизни вот эту составляющую не извлечь ничем. То есть вычистить потом и обратно уже невозможно. Поэтому, если клоны, условно говоря, берут современных всех сегодняшних женщин и делают от них детей, то вся цивилизация человека сразу уходит под нож. Ее больше не будет. То есть, грубо говоря, слабое звено – это женщины, которые, ну уж извините меня, бросаются за определенными размерами или еще чем-то, какими-то, может быть, догмами, религиозными посылами и уходят вот с этими клонами в их реальность. А таким образом они убивают цивилизацию, именно человеческую цивилизацию. Потом и от них освободятся, как от любых предателей. Это всегда было так. Далеко хоть не надо, та же Великая Отечественная война. Сначала предатель нужен, его кормят, поют, корзину печенья, бочку варенья, а потом просто уничтожают, как ненужную вещь, когда он перестает приносить пользу. Но так же и здесь. Андрей, тут все же сейчас получается тоже вопрос из чата. Александр Дизайн опять спрашивает. Но вот как определить смесь человека и биоробота? И зачем тогда смешиваются сами вот эти биороботы с людьми? То есть, понятно, у них какая-то цель. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Ну вот я и говорю, что у них стоит программа. Они должны смешаться как можно с большим количеством человечества, чтобы уничтожить этим самым человечество. Чем больше будет смеси, тем будет меньше оставаться чистого человечества. Вот самая главная цель. Да, здесь примерно точно такой же вопрос. Например, Фокус спрашивает. Как проверить, клон я или нет? Ну, достоверно я не знаю, потому что это же надо все-таки заниматься... Ну, просто не знаю. Я знаю и слышал, что существует прибор, который показывает конкретно, кто есть кто и какая часть у него какая. Ну, тогда возникает вопрос, а зачем тогда вводить клонов и уничтожать, грубо говоря, обычных людей? Ну, такой простой вопрос вроде бы. Но он глобальный, как двух словах. Это может быть, знаете, какое? Ведь все же живые существа, они рано или поздно могут заболеть звездной болезнью так называемой. Вот у меня есть такое подозрение, конечно, я не знаю, на 100% не уверен, что один из властелинов по имени Гига в свое время заболел звездной болезнью и решил создать себе вот такую армию полулюдей, полуроботов, ну, клонов вот этих. И для того, чтобы забрать всю власть среди властелинов. То есть она такая, посредственная задача. То есть ему, ей потребовалась власть у властелинов забрать, а для этого роботы, вот эти биороботы, они стали просто как средство достижения этой власти. То есть это уже вторично получается? Да, это уже вторично. Просто мы-то на этом вторичном, как говорится, рынке обитаем, а результаты снимаются там, на других рубежах. Ну, вот опять же, вот тоже возникает вопрос, вот если у нас вторичный, вот в нашей жизни мы разговаривали про, скажем так, и церкви были, вот урубили, и электростанциями, и очень много, то есть другого в жизни предыдущей было, не то, что нам преподают по учебникам, все-таки, а что же получается, что же такое магия? То есть вот вторичную, скажем так, вторичную мы назовем это наша жизнь, а первичную тогда, это получается вот эта магия и все остальное, то есть жизнь богов, или я что-то напутал, скажем так. Но магия это немножко другое, другая вещь. Магия это как раз умение управлять реальностью теми научными знаниями, которые сейчас у нас являются, так скажем, потерянными. Вот. Магия, к числу магии, кстати, относятся и астрологии, только не та, которая сегодня пишет прогнозы, а та, ну, глобальная астрология. У меня, кстати, было много знакомых таких астрологов, которые, ну, являлись, являются такими реальными астрологами мирового уровня. И там, конечно, те вещи, которые они рассказывают, вот это настоящая магия. Приведу один пример, вот, Феликс Казимирович Величко, он обладатель государственной химии, государственной премии по химии, вот он, известный астролог был в свое время, он мне рассказывал, как он защищал докторскую диссертацию по астрологии. Ему дали число на листочке, и он должен был по этому числу рассказать вот о том явлении или предмете, который был для экзаменов. И вот он рассказал, что эта девочка родилась тогда-то, ой, что эта женщина родилась тогда-то, живет во Франции, в таком-то доме, по такому-то адресу, на таком-то этаже, в такой-то квартире, такой-то муж, так-то зовут их обоих, у них есть ребенок, ребенок не от мужа и так далее. Все, все без этого, ну, вот всю жизнь ее описал, по одному числу. А потом пошли проверили, и даже, что ребенок не от мужа, это проверили, и им пришлось развестись, этой паре. Но оказалось, что это правда. Так что, вот настоящая астрология, настоящая магия. И магия – это как раз то, что определенные люди умеют оперировать вот этими кодами. Опять, если примером немножко вот так пояснить, то пользователь простой, вот как я, например, когда смотрю на компьютер, вот то, что вижу на мониторе, вот я просто пользователь, не обладающий магией. А вот любой программист, который заходит в эту же программу, куда я смотрю, и манипулирует ей изнутри, прописывая определенные команды и строки, может быть, вводя новые, вводя части старых, то есть изменяя внутри эту систему, вот он уже является магом. Потому что я снаружи смотрю результаты его действий, например, фотография пропала, сайт полностью изменился, доступы появились, отключились. Вот это результаты его магии, которые он делает. Вот в жизни такая же штука. Есть магия, которая умеет пользоваться ходами, которая позволяет им делать более глубокие знания, позволяет им производить вот в реальности. А те, кто не магия, они видят только с поверхности то, что получается в результате их магических действий. Ну, Андрей, я с вами согласен, но все же это тоже обычные люди, такие же, как и мы, состоим из той же кожи, то есть воды и всего остального, то есть и соединения различных. Нет, не всегда, не всегда. Опять пример, вот компьютерный пример привожу такой. Смотрите, в любой программе, которая, как вы говорите, обычная, вот из кожи и воды, всегда можно подгрузить внутрь определенную другую программу, ну, при этом каком-нибудь червя, какого-нибудь там, ну, что-нибудь внутрь может подгрузить, которая будет, помимо основных функций, дополнять этой главной программе еще какие-то другие функции, которые ей не свойственны, и которые будут производить какие-то более сверхсерьезные вещи. Вот так же у человека. Каждый человек, он может быть не только сам по себе, но еще и проводником определенных, ну, так скажем, подселенцев, что я не знаю, как их назвать. И тогда вот этот человек, он может формировать определенную, другую реальность. И внешне это будет выглядеть, что да, вот простой человек, там, Ваня, Петя, такой же из кожи и воды, а формирует какую-то странную реальность, то есть умеет там, ну, обладает какими-то способностями. Но эти способности реализуются не им самим, а тем, кто через него проводит определенные виды деятельности. Вот как нужно. Но, опять же, все равно, как бы это все в едином, то есть, ну, как бы кто-то умеет этим пользоваться, кто-то нет. Ну, есть вот школа программистов, там, есть любители программистов, которые, скажем так, по классу иногда и не хуже, а иногда даже и лучше. Вот. И есть, можно сказать, так называемые, то есть маги, есть, которые и передаются информации, а есть любители, которые сами осваивают и понимают, как это. Ну, получается, что это что-то не такое уж сверхъестественное. Это для нас, может быть, как для обывателя, кажется, что-то такое странное. А обычный такой же код, но только язык программирования, там, чуть другой. Вы со мной говорите. Ну, вот так и есть. На самом деле, вот правильно вы все сказали. Есть и люди, которые обучают других, есть и другие сущности, и всякие варианты обучения. Кто-то сам доходит. Ну, вот у меня был такой случай из моей личной практики. Не буду, конечно, так подробно описывать. Но вот в прошлую осенью там один из экстрасенсов открыл мне определенные умения, так назовем его. И я-то думал, что он пошутил. Ну, мало ли кто-то чего говорит, там открыл, не открыл. Как проверить? Не заглянешь в дверку сам, не откроешь, не поспоришь себе внутрь. А что интересно, оказалось, вот, ну, я осенью этой воспользовался, этим умением и сделал определенные какие-то шаги такого глобального уровня. Ну, и думал, что это так все шутка. И вот, что интересно, это было где-то в октябре 2016 года. А в феврале 2017 года на своей встрече с одними там из читателей выяснилось вдруг на четвертом числе общения, что они, все читатели, которые пришли на эту встречу, они все экстрасенсы специально подобрались таким образом, специально устроили такую встречу. И вот в этот раз выяснилось так, одна из экстрасенсов мне спрашивает, а вот расскажите о таком-то явлении. Вот то, что мне открыл тогда тот человек, она его и не знает, не знает, и даже слышать не слышала. Я говорю, а что это видно? Она говорит, да, видно, но это непонятно, что это такое. Когда я рассказал, она говорит, а теперь понятно. Я говорю, что все видят? Они говорят, да, все видят. вот второе это то что еще одна женщина из них спросила вот вы сделали осенью такую-то штуку ну типа расскажите об этом я вой а это что тоже видно я думал что я пошутить но не пошутил а так это ну как и старин нет грубо да они говорят это видно это работает и вот и описали мне последствия которые вот были в результате этого я честно говоря удивился потому что сам я этого не видел ну вот так вот визуально они каким-то образом их было больше десяти человек все это видели и все описывали уточняю друг другу то есть не противоречия уточняю вот можно сказать как как один из примеров может привести вот такой поэтому тут я как говорится за магию однозначно были к дискуссии мы не будем отвлекаться сильно но вкратце скажу так что магия это то же самое программирование только чуть-чуть другой язык программирования и другой метод ввода информации все и не надо из этого строить но если мы не понимаем то это не значит что этого не существует да и тут тут как бы вот климат да вот интересный момент то есть если этот климат управляется то есть у вас там книги то есть новым превью по видео про книгу вашу права метафизику климата проходит информация о том что у вас есть вот эти периодичности клим по изменению этого климата вот почему вы считаете что вот именно в 2017 году первое климат и вот такая вот странная вот война с инопланетян почему именно вот такой вот периодичность вот я не понял честно да еще добавление к этому ко всему как нам прилетят инопланетяне откуда они прилетят если мы допустим под куполом то как они к нам переместятся или через врата или через что как это все будет выглядеть но мы во первых не под куполом и это раз во вторых как прилетный инопланетян будет ну во первых никуда не нужно им нужно будет проявиться поэтому сам прилет будет выглядеть таким образом что вот допустим вы смотрите в определенном направлении там ничего нет и вдруг появляется аппарат который материализуется на ваших глазах вот это называется прилет вот так это будет а никак по-другому то есть никто не будут ниоткуда не вылазить ниоткуда садиться за вниз космоса нет этого не будет и будет именно такая на наш на наши на нашем языке это будет материализация хотя на самом деле это будет проще назвать это проявление поэтому всегда говорят что появится инопланетяне то есть понимаете не столько придет сколько появится проявится то есть они в нашу явную действительность появится из другой параллельной реальности вот как это будет по поводу климата объясняю там ситуация вот какая физическое свойство пространство времени за завязано числе 6 или лучше сказать там на 2 на периоде 2 пи только 2 пи а вот у окружности это 628 а у реальной окружности которые прикасаются остальными окружности это получается окружность имеет форму шестигранника как в сотах то есть каждая другая окружность она деформирует соседние поэтому чистых окружности не в реальный вот в реальном пространстве времени не бывает получается что пи равняется трем то есть грубо говоря каждая вот эта ячейка этой соты она имеет шесть раз укладывающиеся радиус и получается что все это у пространства времени идет шестеричные счисления и вот когда вот эти шестеричные счисления складывать между собой вы беря их из наших расчетов из наших представления времени например 60 секунд 60 минут 24 часа ну и так далее 360 дней в году это все шестеричные счисления с какими-то добавками и когда их просто перемножаешь убирая тут десятиричные поразительные то получается 259 лет и две десятых года одна целиковая вот эта дата это одного периода поэтому она автоматом выходит проверочной к этой дате является еще один такой закон он называется как правило 72 можно посмотреть допустим в той же википедии называть как правило 72 или 70 там от зависимости от точности она может от 69 быть до 72 этот закон это правило она используется применяется существует во всей физике в банковском деле и везде и смысл его такой что вот за эту величину за 72 за коэффициент 72 система приходит в свое удвоение что такое удвоение это значит когда вот мы начали круг чертить мы крутим чертим 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 и через сколько какое-то время приходим в ту же точку только немножко ну как бы вот допустим от 0 до 10 считали мы в десятку пришли это тот же ноль только на другом философском уровне вот это удвоение то есть получается мой круг прошли в точку пришли дважды были в ней и еще раз прошли через дело в круг это удвоение также например в банковской сфере считаются проценты годовые тоже по этому правилу 72 и она является основным и она тоже дает вот этот этот период 259 лет 20 года поэтому а и кстати и радио распад всяких радиоактивных элементов тоже идет по этому числу и очень много там удвоение компьютерных мощностей в мире еще ну короче все процессы которые связаны в 2 с удвоением то есть с организацией вы полного периода какого-то одного оборота всегда идет через это число и вот это число всегда построена шестеричной системе а поскольку круг это есть один оборот времени в пространство времени один оборот и единицы времени то он построен на шестеричной системе который дает единственные результаты 29 лет и 20 года вот так вот я и вычислил а потом проверил этот это число на исторических данных которые доступны вот из открытых источников то есть там есть периодичность по так называемому малому ледниковому периоду который полностью ложится вот в этот расчетный период который здесь 59 лет есть различные описание различных событий в различных странах и там все четко прям уход в год удивительно ложится крайние точки этого интервала это 200 ой 981 год выбор веры если правильно помню вот сейчас выбор веры на руси и 218 год 217 и 80 года это вот последний год который так скажем год апокалипсис и за этот период 44 вот этих за этот большой период 4 период от этих умещается которые показывают все из все изменения климата на земле который составил за эту условную тысячу лет так вот что же вот тут вопрос был как раз что же такое время что у нас за базовое то есть такое число которое можно сказать время но время на самом деле это сложная система и его на самом деле очень тяжело понять но если грубо это действительно очень сложно и я может быть и сам плаваю до конца не понимаю но смысл этой смысл вообще физической величины время вот такой многогранный во первых это идет оборот одного тела по-другому то есть время всегда всегда измеряет определенный процесс пока одно тело не кончится по поверхности другого помните как мультфильм 40 38 попугаев вот это в принципе была хорошая иллюстрация времени во вторых сами сами периоды которые вот идут они обязательно в себе содержит замкнутые циклы то есть вот это вот правило удвоения это замкнутый цикл один замкнутый цикл то есть когда человек возвращается из точки в точку второй раз ну и дальше там опять идет вероятность идут масса туда же и остальные геометрические показатели поэтому время это очень сложная штука но лучше вот говорить чтобы приблизительно понимать это движение одного тела по-другому с фиксации удвоение то есть как только вот попугай перешагал по удаву одну свою длину он удвоил свою то есть пришел к своему второму началу вот это есть удвоение поэтому время это вот такая штука он мне больше так представилась с вашего рассказа что это больше все базируется на геометрических фигурах как круг и соответственно потом в дальнейшем это все снова удваиваться и все это расширяется в различных интерпретациях проявляется вот ну то есть кола это так называемый у нас и лето и старые вот календари которые были вот так же это все отсюда идет и колесо и все это да поэтому так все и построено вот по поводу времени но опять же но я может кто-то так упустил так вот как вот это время вот влияет на этот климат и вот эти вот события которые происходят у нас да вы не опустили просто я счету не сказал так вот смотрите если рассматривать землю в виде чаши и мы живем на внутренней ее поверхности то есть чаши грааль она как раз отсюда и происходит грааль это половина слова от слова гравитации то есть сейчас чаша притяжение такого чаша собрание часть чаша ну и земли в общем то и мы находимся на внутренней поверхности этой чаши так вот центр этой чаши находится в районе мотквы а четыре пальца про которые говорил электрические то есть два нейтральных и 2 магнитных полюса это два нейтральных находится по линии экватора восток-запад и 2 холодных является перпендикулярным по линии южные северные полюса и они находятся не так как мы сегодня представляем на сферической поверхности а на ободах этой чаши как вот своего рода ручки мы кстати многие видели наверное чаши с четырьмя ручками как раз иллюстрации вот этой модели и вот эта чаша она вращается вокруг своей оси которая проведена через ее центр и вот это вращение скорость вращения как раз происходит за 259 и две десятых года на 90 градусов и поэтому через каждые 259 лет полюса изменяется на четверть круга то есть если сегодня в антарктиде местность антарктида приходится на холодный полюс то через 259 лет она переместиться в то место где она будет проходить на экваториальной под экваториальным вот этим воздействием территориальным вот какая ситуация так вот на старинных картах нарисовано вот эти вот так называемую путеводные звезды только более такой сложная структура 1 в атлантическом океане не удивляло почему они будут неравномерно относительно северного полюса чуть-чуть очень похожи надо просто сопоставить у нас толкового старых карт нету пока что но на самом деле тут она есть это роза ветров она сначала было четырехконечная то есть два нейтральных лепестка которые показывают восток-запад и на север ушел не помню синий или красный что ли то есть вот так четыре потом в промежутках добавилось еще она стала восьмиконечный потом 16 и так далее но этот вот как раз и есть градации этой самой время модели той самой чаши про который говорим и эта модель существовал до коперника то есть те карты по которым вы говорите это до 1500 года они известны да это они все были такими звездами причем в те времена карты чаши вот такой чаши играли считался каждый город крупный и многие города до сих пор несут в себе название с тех времен которые обозначают буквально чаши тассы или что-нибудь типа этого ну например вот верона обозначение от чаши на их языке острова у нас вот где происходят все эти чуть прячется и тому подобное кузова там на северо-западе то же самый кузов это и есть ковчег или например кавказ тоже ковчег ну и так далее и города звездные как раз из этой серии они как раз были ковчегами в то время и в каждом городе происходила такая ситуация только перемещались они не как отдельные объекты вращались а вот в теле самого большого котел который и которыми является сама земля и вот это вращение земли и перемена климата с ним она хорошо коррелируется с теми историческими данными которые известны вот о средних веках которые мы можем добыть вот в своей книге я привел очень большую доказательную базу там буквально страница 400 наверно фактологии ну а так вот на скидку чтобы было послушать это вспомните например по классике у нас на европе лежал ледник несколько километров порядка нас тысяч лет тому назад ну не будем спорить по времени сам факт того что на европе лежал ледник уже говорит о том что и он лежал несколько тысяч лет даже десять тысяч лет по моему если не больше то сам факт вот того что ледник лежал на на европейской теплой территории которая сегодня такая приходный для жизни говорит о том что условия все-таки на у нас меняется не так как если бы это была какая-то планета сферической формы то же самое как кстати касается и японии там тоже в некоторый промежуток времени этих островов просто но не то что не существовало они были подо льдами включая тот же китай вот если например брать китай то самый молодой кида монголоидный череп это 150 лет и синхронно появились все деревья на земле почему я и говорю что клоны были сделаны скорее всего 19 веке вот возникают и соответственно получается центр наши как бы то есть но у нашего кусочка земли это вы считаете то есть это москва современная да и причем я не из патриотических как а полярная а полярная полярная земля и звезда это отражение центра на небе вот свет из полярной земли звезды как управляющий сигналу проходит именно через москву и вот это главную ось вращения именно на полярную звезду но а и вот самый главный привязка на территории земли не северный полюс смотрит на полярную звезду а именно из территории москвы нужно смотреть добавлять эту геометрию нужно ее рассчитывать на на самом деле это очень сложно потому что данных нет никаких я сейчас вот еще договорю вот каком плане почему путин собственно и сказал что будет надо ввести звание заслуженные земля вся изведана то за что давать ведь заслуженный юрг юрд дается за открытие а какие открытия на известном небесном теле можно сделать и вот только такие когда концепция полностью меняется и тогда открытие пролетят как из рога изобилия а то что земля не сферическая доказано очень простыми вещами до сих пор вот сколько у нас якобы летает космических аппаратов это же тысячи и летают они несколько десятков лет то есть представить какой ресурс каждую секунду можно снимать и до сих пор нет ни одной фотографии северного полюса ни одной фотографии южного полюса ни одной фотографии целой земли и вообще непонятно как все это происходит здесь я с вами полностью соглашусь тут наталья задает вопрос такой общий что же делать нашим вот нам вот это конечно такое не вовремя просто тем не менее да ничего не делать понимаете вот эти все нововведения вот о которых мы сейчас говорим новые гипотезы ну какие-то из них правильные какие-то мои возможно неправильные они рождались и и умирали во все времена поэтому здесь нет ничего такого свое время допустим там сто лет выдвигались какие-то свои гипотезы которые тоже требовали подтверждения либо опровержения ну например тоже вот вспомните в 19 веке выдвинул свою гипотезу о полета к планетам целковский соседи его там удивлялись грубо говоря ну а потом появились космические корабли которые начали куда-то летать понимаете весь двадцатый век мы верили что все нормально все летают и у нас становились космонавты героями ссср героями россии а вот сейчас двадцатом двадцать первом веке пошел отток из отряда космонавтов и почти все державы перестали интересоваться космосом ну тут синхронно андрей но тут опять же пуль для того чтобы было какое-то у людей стремление какая-то цель даже вот вот он кушать не очень хорошую пищу но тем не менее он строит великую страну это уже такой чисто политически больше вопрос я это начинаю понимать но вот опять же вот вернемся к нашему от климата вот вы я так по ним говорите что двести пятьдесят девять лет и 2 до получается или сколько и 7 до десяток а две десяток правильно и две десятых то есть идет это смещение вот эта периодичность климата то есть получается вот я смотрю по старинным картам то есть центр был и надо климата и над канадой потом был ближе вот там где вот аляска перешей ну ближе на российскую часть и вот часть на сибири было и вот ожидается даже по фильмам то что сказали был там потоп или что-то какой-то кризис 2005 году американский голливудский фильм вышел что замерзнет нью-йорк и этот лондон так вот по просчетам скорее всего в европе немножко похолодает вот там чуть-чуть другой центр и другие подсчеты надо все пересматривать то есть и следующая как бы территория которая чуть-чуть замерзнет это у нас будет европа но и соответственно северная африка станет чуть прохладен по моей концепции как раз так и получилось что северный полюс современный то есть но те условия вот этого температурного режима которые существуют сегодня на северном полюсе которые создают там холод они переключатся на европу и на америку с одной стороны а южные полюса условия переключатся на китай и японию с другой стороны а восток и запад востоком и западом станут направление современной север-юг который проходит через новые земли вот такая штука а так вот все изменится причем изменится одним скачком почему то вспомните на наших этих не динозавр этих мамонтов во первых они послез на зеленых лугах и потом вдруг скачком поменялось поменялись условий навсегда ну для них навсегда то есть у мамонтов осталось в пищеводе зеленая трава которая даже не стала не начала еще разлагаться а то есть представить какое было быстрое наступление вот этой новой температурной реальности ну же и каратур да вот андрей извините что перебила может быть это был поток такой мощность водой чтобы то есть их всех они даже не успели переместиться то есть очень много видно что не законсервировались то есть может холодные воды то есть это все северных морей и вот каспийское море черно было соединено дело в том что при перемещении вот этих полюсов про который сейчас сказал автоматом происходит еще и поток как это происходит вот смотрите при сегодняшней карте этой климатической у нас северные вода собралась в северных шапках на двух континентах первый континент это гренландия и второй континент это это антарктида и вот только то вода которая собирается на суши то влияет на поверхность на уровень поверхности мирового океана если она собирается на этих континентах она как пылесос высасывает воду и уровень воды понижается но уже посчитали ученые давно уже много раз посчитано многими примерно 70 метров так на на всей земле так вот когда ну высота волны получается 70 метров не они не волны волк высота подтопления потому что волны здесь данный момент не получается в прямом пока вот прямом подходе и не получается волны только высота подтопления вот вот я хочу сказать вот смотрите это примерно как вот весной когда то есть вот так происходит да вот я соглашусь с вами но смотрите очень много признаков таких вот как донецк юзовка зовут откапывали вот эти змеевые валы которые размыты бы плюс в этом я прошу прощения в европе вы есть такие города что видно что первый ну вот я даже вот замерял ну вот по моему как минимум 200 метров не знаю вот есть такая карта я потом как-то вам покажу что но слушатель тут все равно и не увидят вот и на ней вот и дело замеры где было насколько подтоплено очень чуть больше я просто удивляюсь как такого количества еще выжило людей при таком мощном движении вот да потопные люди но вот смотрите тут ситуация вот какая нужно понимать что не только подтопление идет на те самые 70 метров но еще и меняется некоторые уровень некоторых континентов европа это континент который пристыковался к русской равнине примерно 70 миллионов 65 миллионов лет тому назад и он пристыкованный он может двигаться во всех направлениях в том числе вверх-вниз возможно что он немножко подвинулся вниз и получил совокупные высота 200 метров а возможно ученые просто ошиблись когда подсчитывали вот величину вот этих подтопляемых вот но сам факт что именно вот это подтопление смотреть как все дальше происходит когда меняется вот это вот режим температурный тогда старые шапки тают это это недостаточно быстро вот как весной да и тогда получается что мир подтопляется на очень большую глубину а на новых территориях на европе и на японии и на китае начинает собираться новые шапки льда и вот они собираются медленно так же как вот осенью пока это новые снега соберутся пока новые льды соберутся то есть это долгий процесс относительно и вот пока не соберутся эти новые шапки льдов то уровень воды стоит высокий то есть грубо говоря потоп стоит на всей земле достаточно долго а потом вода сходит и расходит именно вот в эти шапки то есть никуда она не девается она никуда не утекает никуда не испаряется она уходит только в эти шапки а потом до следующего поворота поэтому потом он такой цикличный он происходит вот каждый ну не знаю 259 лет может быть вот какой-то из этих периодов нужно еще считать подробнее вот смотрите я сделал как бы свое как бы легкое исследование пришел к выводу что скорее всего потоп был в 1763 году потому что была потеря технологии и это видно по надписям на древнерусском вот и если сейчас можно даже галькулятор включить грубо говоря да где-то в этом периоде вот ну это мои данные не совсем точны и опять же вот этот если вот это будет подтопление то есть тот вы говорите что скорее всего это будет весной правила и точнее осенью этого года следующего года а двадцать восемнадцатого да а почему то мы считали что 17 вот то есть мы сейчас я пришел в книг 200 2017 запятая 8 а это восемнадцатый год так сейчас вот я свой подсчет 259 но тут у него как-то двадцать двадцать втором году вот но не знаю тут мы опять же к сожалению у нас нет в отдельных не не можем снарядить каких лет до людей на выполнение каких-то работ вот и тут вот тоже кстати в чате очень много вопросов и вот есть спрашивали опять о химтрейлах ну и тут один из интересных вопросов я на яра спрашивает луна влияет на все на людей на растения имеет ли смысл следить за лунными днями влияет но вот сейчас я смотрю уже пятнадцать минут шестого мне к сожалению надо бежать давайте до следующего раза потому что да хорошо горю уже уже горю все очень было приятно пообщаться взаимно мы благодарим вас андрей за то что вы приняли наше приглашение очень интересные содержательные беседы мы очень много узнали спасибо вам большое спасибо вам удачи удачи до свидания успехов ждем вас на вихи да до свидания